Сейчас те, кто в ретрите, напоминаю, что что бы ни происходило, все равно это нас ведет к пробуждению, пробуждению от своей духовной сути. А когда вы пробуждаетесь в духовной сути, тогда вы спокойны. Тело может реагировать, мы говорили, что делать с телом, но внутри вы спокойны, потому что вы уже себя осознаете. Сейчас, возможно, еще какой-то процесс у вас идет. Но вот эти обстоятельства, которые сейчас большинство из вас оказались, вы не можете постоянно в страхе быть. Все равно вас это выведет к истинному я. Ну, понятно, что если вы не будете западать в кино. Ну, вот про ребенка пишут, что говорят, что страшно – это жути. Вот дети, они всегда честно говорят, и они не играют образы, роли. И вот нам тоже нужно учиться у детей, что если мне сейчас страшно, если мне сейчас грустно, если я сейчас не принимаю то, что происходит, вот просто это выражать. Не делать вид, что я сейчас сильная, сильная. Не делать вид, что потом, потом, да, вот сейчас прям проживать тотально. Отдаться полностью, чтобы тело просто, каждой клеточкой прожило это до мурашек и отпустило. И тогда вот после этого проживания опустошение приходит. То есть не бояться пустоты внутри. Вот эта пустота – это как раз вот этот проходик, вот это состояние покоя. Да, и не зажимайте эмоции, там, если вот даже ради детей не зажимайте эмоции, лучше выйдите, что-то сделайте какое-то время, попросите кому-то, если есть возможность, с ребенком побыть. Вот потому что дети, помните, я говорил там в одном из эфиров, до 6-12 лет, там чуть просто меньше, в вашем поле находятся. Потому что если вы находитесь в страхе до жути, то ребенок это чувствует просто. Если вы в спокойствии находитесь, вот, то в большой вероятности, может быть, конечно, у ребенка тоже какие-то… Потому что Добрыня наша, как только там у него была возможность уже как-то сигнализировать, он почему-то с детства салюты не воспринимал, боялся, и самолеты. Но потом как-то полюбил он самолеты. Вот поэтому, может быть, что-то идет там из прошлого у ребенка тоже. Но он сейчас вот здесь, он играется, он говорит, дома салюты. Ну, то есть он это воспринимает, дети чувствуют, они прямо чувствуют. Но как на это реагировать, норму реакции на это, он считывает у нас. Да, то есть если мы зажимаемся, сужаемся до состояния эмоций, то тогда мы не чувствуем, что я не только тело, да, что я не мы свои мысли. И, соответственно, тогда у нас вот этот страх возникает, зажимает. И тогда мы не чувствуем, что мы тоже воля у нас есть. Я могу это не брать в себя, я могу это не внимать, этот яд. То есть вот сейчас у каждого наша сила воли проявить и сказать «нет, стоп, внутри себя». И тогда снаружи мы увидим этот же стоп, как-то другим способом для нас неизвестным, потому что так не проживалось еще землей, то, что сейчас проживается. То есть наше сознание уже шире, наша осознанность уже больше, чем была раньше. И мы уже не будем проживать так, как проживалось раньше. Просто услышьте это, почувствуйте это внутри себя. Таня пишет, да, детки вырывают из угрымости, у нас дети поют и танцуют, обнимают. Вот, вот, и вы вспоминайте это, это наша реальная суть. Просто начинайте в это окунаться тотально. Смотрите, как бы это ни воспринималось сейчас, странно, но прямо сейчас смотрите на виртуальность и действительность. Действительность, которая исходит из вас, вот в моменте исходит из вас. И вы можете видеть, что как вот виртуальность прям сгущается, 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 как бы сгущается красками, но действительность исходит из вас. И эту действительность, как она исходит из вас, сегодня как раз тема про это. и вчера в эфире и рима дима была перца белой церковской тоже она на некоторые такие вот очень классные можно даже здесь или будет смотреть очень классная ключики дает и вчера от нее прозвучало что но этому сейчас может восприниматься что что идет идет какой-то захват или что-то такое но правда в том что что у вас никто захватить не может ваш дух ваш дух никто захватить не может никто не может свободу свободу от вашего духа никто не может отобрать если если вдруг вам вам кажется что может или как будто бы кино такое то осознавайте вы в кино вот и вам надо из этого кино выйти теми способами которые ну или другими в том числе и теми которые в ретритах и в эфирах и в других может возможно каких-то практиках вы встречали пробуждение коллективного духа до вот и непонятно как по времени это будет происходить на самом деле неизвестно и насколько и насколько эта ситуация вот там виртуальная или какая-то там вот эта мета как ира говорит это ну можно уже называть метавселенной то есть реально можно называть вот что это в этой метавселенной но действительность которую которую вы хотите жить она исходит из нас это метавселенная совсем недавно говорила слова но и сейчас я только начинаю видеть осознавать как это реализуется что и к этому идет все сейчас что мир разделиться на две на два восприятия когда одни будут проживать вот здесь вот проживать рай спокой и любовь а другие за стеной у них будет разрушено все разрушен дом война внутри да и снаружи может быть то есть это будет одновременно существовать и здесь вот каждого ответственность каждый то есть не может кто-то за нас сейчас решать и нести ответственность как это было раньше что мы могли переложить и как жертву себе вести или наоборот решать за всех вот сейчас это просто почувствовать внутри себя эту ось и выбор этот выбор что я думаю что я делаю что я желаю другим да потому что сейчас я вижу очень много неосознавания непонимания что каждое слово каждое сказанное слово возвращается ко мне и если я желаю кому-то зла ненависти тревоги страха то все это во мне множится то есть этот мир который разрушается он во мне множится я его вижу виртуально и реально начинаю видеть и чувствовать и это усиливается или виртуально я увижу другое чем больше во мне будет прорастать мира покоя благодарности друзья как сейчас вот это заходит или так там или дайте обратную связь или в чате напишите пожалуйста потому что да сейчас сейчас если у вас сейчас какая-то там идет кино или какая-то обстановка вокруг которая не дает эту информацию воспринимать вы как-то это как-то сейчас хотя бы в чат выкладывайте сюда мы будем читать и потому что это для всех может быть полезно то есть 10 дней помните не сопротивляться не бороться не ожидать когда закончится и если это есть то признать признать проявить все в норме с вами на одной волне хорошо хорошо что поехали начинаем сегодняшнюю тему сегодняшняя тема давайте сейчас демонстрацию пробую запустить я вот сейчас схему это открою видно хорошо значит мы с вами сейчас конечно работа я представляю прямо эти 333 сейчас мы с вами встречались дискомфортами боль тут тут надо продолжать туда идти продолжайте особенно сейчас да как бы там ни происходило вам надо эту боль вы из тела вытащить поэтому надо встречаться следующее это высвобождение эмоции это астральное тело это тонн где сейчас вот много энергии сливается вообще от коллективного сознания именно в астральном плане вот здесь вам надо высвободить высвободить эмоции следующее это то что мы последние несколько эфиров представление и убеждение обещание клятвы какие-то там коллективное коллективное кино коллективное представление вы понимаете чтобы вообще осознать что сейчас происходит на тонком уровне это вообще вот из привычного кино надо выйти потому что там но это вообще сложного это воспринять вот оно как только вы вы получится выйти вы сможете эту информацию она к вам придет вы это сможете увидите тогда будет понятно вообще где куда внимание надо приложить с чем работать внутри а если вы это слышите значит у вас есть сила на это то есть если вам кажется кажется что вам не хватает чего-то вам кажется у вас вы в нужном месте нужное время чтобы это услышать это пройти у вас есть на это вся сила и всем все знания возможности вот и сейчас следующий уровень событиями то есть это вот мы сейчас как раз учат событий кого так вот очень очень активная и очень быстро и вот и карма что давайте про карму пару слов карма это причинно-следственные связи которая но все причинно-следственные связи но такое как бы определение его классическая это которая выходит за рамки жизни вот или за рамки памяти то есть что-то что является причиной которую мы просто не помним вот или забыли или как-то там подавлено или стерта вот но мы имеем какие-то последствия и вот последствия это как вот причинно-следственная связь это вот от причины до последствия это вот как карма воспринимается вот и мы сейчас с вами выходим в ретрите вот она кто присоединился просто тут с этого места выходите мы сейчас выходим с этой причиной-следственной связи вот как бы видеть его напрямую дальше помните я говорил что наша задача в ретрите подняться хотя бы над то есть подняться над или в интеллект или над интеллектом сюда вот здесь все все проясняется у вас вот пока но вы сейчас понимаете как моментальности живем в эмоциях живем это можете сейчас прочувствовать когда эти события происходят оттуда как будто бы выхода нету вот эмоции включаются тело включается вот это это личность которая виртуальная сама по себе настолько вот этих нейронных связей в теле уже запрограммировалось что реагирует просто без вашего участия во многом понимаете и но но необходимо это вытащить из тела необходимо это высвободить из тела следующий уровень это событийный вот где причинно-следственной связи то есть карма соответственно это не только то что вы сделали как-то в прошлом и что-то что вы не помните а это то что вы можете делать сейчас таким образом чтобы там в ближайшем возможно будущем создадим инструменты как у вас проросло та действительность которую вы хотите в буквальном смысле знаете в буквальном смысле вот как ира говорила у кого-то может быть вообще непонятно что какая-то война у вас внутри вообще покой и вообще по-другому мир для к вам по-другому поворачивается вот поэтому понимаете за этой ситуации которая сейчас происходит все-таки на это будет ссылка больше выхода в как бы в виртуальном мире выхода в нем нету из этой ситуации в виртуальном нету выхода из этой ситуации потому что это правда будет продолжая продолжаться и продолжаться выйти можно сейчас вот переворот у вас должен произойти в этом но в этом эфире выйти можно из этой ситуации вот только выйдя из виртуальности то есть выйдя тот уровень восприятия где вы своими действиями мыслями намерениями создаете действительность где она действительно создается едно сегодня в эфире это по более подробно расскажем так значит сегодня работаем событий на плана там где действия и события то есть это действие события вот события которые происходят вокруг вас они происходят в вашей внутренней территории как бы это странно не казалось сейчас вы это увидите ира будет дополнять сейчас я выключаю демонстрацию ну кто были в ретрите вы в курсе или там майкла роуча может быть слышали или знаете вот но она это даже если вы майкла роуча слышали знаете там читали в рамках вот это интегрального подхода тут будет некоторое отличие к тому как вот в кармическом менеджменте в классическом это могли слышать вот но вот это гениальное понимание откуда все исходит а мной она гениальна в общем поэтому 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 мы берем этот инструмент который майкл роуч от майкла роуча ко всем пришел вот начинаем сейчас будьте включены потому что для того чтобы переворот произошел вам надо ну внимательным быть и осознавать то что сейчас будет подаваться в таком виде а потом вы увидите как переворот должен произойти внутри вас вопрос ну понятно что он простой но важно тут ваша как бы адекватность и что это такое что это что это за предмет пишет ручка ладно вы тут я понял что может писать вам ребята слушайте я не ожидал просто я не я не тут это пишут в чате что не могут подключиться люди я не могу его сейчас увеличить к сожалению тогда если где-то пишут или вы видите что они пишут скажите что выложим открытый доступ и выложим в фейсбуке и в ю тубе вот и ссылку в инстаграме сделаем вот я я просто не не ожидал что мы решили за полчаса до потом мы сделаем сейчас у нас середины пойдет неожиданно просто за полчаса решили что сделаем для всех и не не проплатили там зон чтобы расширить потому что так но сейчас 98 так что пусть подключается так ручка 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 так вот вам показываю знак мужской это не это не не имеет значения сейчас в этом ручка все все согласны важно чтобы вы сейчас на сто процентов увидели что внутри вы согласны да чтобы вы увидели на сто процентов но что это ручка не что-то там типа я сейчас могу представить что это там что-то другое это ручка вот теперь сейчас пока через представление давайте допустим что все люди отсюда вышли там не знаю из этой комнаты вот это где-то в комнате просто находится этот предмет вот и сюда зашла собака что это будет для собаки это ну сейчас я серьезно говорю игрушка или там палочка ну пост палочка скорее всего игрушка ну может быть ничего интересного но скорее Для собаки Это предмет Для собаки это не будет предметом И ручкой не будет Для собаки Понимаете? Для собаки это не будет Ни предметом, ни ручкой Ручка это предполагает Какое-то действие с ней делать Писать, рисовать Это будет какой-то Для собаки Жевательная игрушка Какая-то палочка Может у кого-то есть такие животные Вы знаете, что с предметами такими собаки делают жуют например хорошо игрушка палочка теперь вышли отсюда собаки люди ну допустим пусть будет это муравей это где-то лежит этот предмет вот и муравей заползет что для муравья это может быть каким-то препятствием на пути да то есть который просто муравей ползет препятствия до бревном не будет ли муравья у него такого вообще представления понятия нету про бревно то есть вы в его каком-то восприятие насколько там есть если он уткнется то это может быть препятствием которое надо будет ему обойти все зашло здесь до зафиксировали для человека это ручка для собаки это игрушка для муравья это препятствие теперь кто прав кто прав человек собака или муравей кто прав из этих трех все пишут все согласны ну то есть каждый в своем восприятии это воспринимает так и никак иначе потому что человек используя как ручка как предмет который имеет свое свойство собака как жевательная игрушка муравей пропускает там как препятствие да то есть все что там теперь теперь да возьмем этот предмет положим где-то допустим на полу тут сейчас я не буду показывать и выйдут отсюда все собаки все люди все муравьи из этого помещения вот просто оставим этот предмет лежащим в пространстве там комнаты на полу чем это будет вот когда никого не будет воспринимать никого кто бы может воспринимать чем будет этот предмет сейчас это это важно чтобы переворот это произошел потому что это вот в контексте буквально в контексте ситуации которые сейчас мы оказались это важный момент пустотой ничем пустота пустота ничем просто каждый для себя осознайте сейчас если вы там что-то писали элементом да тоже осознайте что нет элемента да есть что элемент это человеческое понятие то есть это для собаки элементом это не будет ни для муравья это человеческое понятие если отсюда выйдут все кто может это воспринимать то это будет ничем если если понимаете да то осознаете дайте лайки вот если непонятно напишите в чате что ну как там сопротивляются нет это там все равно ручка но мы только что с вами уже увидели что для человека это ручка для собаки это там игрушка для муравья это какое-то может быть препятствие то есть это и все правы одновременно и никто не воспринимает это одинаково понимаете не воспринимает это вот одинаково из этих трех а когда все вышли некому воспринимать некому воспринимать то нету воспринимающий не будет это ничем пустотой можно понять понятно да хорошо теперь следующий вопрос тогда вот этот при нет если вернется человек если вернется человек вот этот вот этот предмет он исходит сами себя или из меня сейчас это важно увидеть осознать этот предмет у нас это ручка человек зашел сюда исходит сам из себя вот или из меня получается что из меня все пишите что из меня из меня из меня вот это сейчас дальше мы сейчас в эфире продолжим там разворачивать внимание переворачивать восприятие вот но вот это сейчас важно осознать и тут еще очень важно осознать что она никогда никогда не исходит из себя она всегда исходит из меня и никогда из себя есть да хорошо теперь с этим понятно теперь позитивное мышление это как ну если она исходит из меня может сказать вы ну тогда я могу захотеть да чтобы она была чем угодно или кем угодно правда есть такое то есть есть но если мы закроем глаза ну предположим даже возьмем закроем и возьмем и позитивно начнем думать что там например это какое-то спасательное спасательное пирог которое я напишу сейчас постулат и весь мир в мир превратится да во всем мире наступит мир моей жизни людей спасет всех но сейчас если мы закроем начнем позитивно мыслить хочу 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 откроем глаза изменится ли что-то нет не изменится то есть есть еще большая причина да в нас по которой мы видим эту этот потенциал эту пустоту это не что именно ручкой и это заложено во мне по ряду причин по ряду причин по ряду причин сейчас я вижу это ручкой и это является в моем сознании это потенциал энергия семена как говорит майкл руч екармически менеджмент семена которые являются причиной это семена это то что я говорю мои слова то что я думаю мои мысли и то что я делаю мои действия прошло да то есть причина по которой сейчас я вижу вижу это ручкой прошло мои действия слова и мысли которые я думаю может я их не всегда осознаю не всегда отслеживаю но они есть и сейчас они являются причиной по которой я вижу это так как я это вижу и воспринимаю так как я это воспринимаю теперь давайте начнем переворот переворот то есть если вы сейчас осознаете что вот этот предмет то как вы его воспринимаете исходит из вас вот тогда можно перенести это понимание и это восприятие знания на все остальные вещи вашей жизни ну например ира если ира там что-то не принимает во мне я так вижу пример вот она исходит из себя такая непринимающая меня или из меня сложнее всего воспринять я раньше говорила что все исходит из меня кроме макса в определенных ситуациях смотрите вы все бежите из себя понимаете а сейчас должно произойти переворот ира ира шутила так говорит я понимаю что все исходит из меня я понимаю что но макс в некоторых ситуациях не может из меня исходить он точно в этих ситуациях исходит из себя вот вот это и есть карма понимаете вот это и есть вот как бы в том понимании том карма что та причинно-следственная связь которую мы просто не видим причину того что есть такое следствие а это настоящая ложь вот это вход в ложь когда мы вдруг забываем что снаружи ничто не исходит само из себя опять-таки повторюсь все исходит из меня все без исключения мое восприятие мои эмоции мои чувства и мои мысли мои близкие обстоятельства мои болезни все все и просто незнание незнание просто потому что мы во лжи много времени находились и думали и боролись с тем что снаружи с этим зеркалом отражением себя что просто уснули и забыли и продолжали в этом сне все это на своем внутреннем ментальном огороде что сейчас является следствием того что я вижу то есть моими плодами но неосознавание этого просто приводит нас в такую в такой тупик и выходом является вспомнить вспомнить это подарок это реальный подарок для нас каждого каждого это наша сила сила нашей воли что мы сотворили то что у нас есть и мы можем сотворить все что угодно если нас это не устраивает потому что мы видим только то что есть нас мы видим только то что есть нас и как только вы это осознаете в моменте моменте просто прощаете себя просто прощаете за то что я был в лжи я не знал но сейчас то я уже знаю и сейчас вот мой выбор вот сейчас что я думаю что я говорю и что я делаю вот именно в данный момент где я нахожусь это сейчас я делаю то, что будет завтра в моей жизни. Завтра. Сейчас я пожинаю плоды вчера и все. Единственное, что я могу делать, я простить себя. Если это меня не устраивает, нет смысла бороться, сопротивляться. Нет. Просто нужно признать, все, такие плоды на огороде моим сорняки. Нужно их выполоть. Да. И как прополка это получается. Помните, что в самом начале еще ретрита информация такая была, что ситуации повторяются так долго и до тех пор, пока вы не проживете ее хотя бы один раз в любви и принятии. Там какие-то такие сложные вопросы, мы еще дальше поговорим. Ну какие-то сложные, да, ладно, пусть так было. Ложные? Ложные, да? Помню, что. Поразбираем ложные вопросы. Все, что сложно. Поразбираем чуть позже, но сейчас хотя бы на этой стадии вот это воспринять. вот тем более, что кто сейчас в онлайн-ретрите, вы знаете уже, как можно пойти посмотреть перепросмотр в прошлом и найти ситуацию, которая стала причиной того, что сейчас происходит. А это увидеть реально вы можете, когда вы берете ответственность. То есть, если я говорю, да, это мои плоды сейчас, да, я принимаю, я прощаюсь себя. Да, тогда можно позволить себе увидеть. Но пока я говорю, нет, у меня этого нет. Нет, это не из меня. Исходит, вы этого не видите. Система закрывает. Нет, этого нет. Как дети говорят. Нет, я так не делаю. Нет, это не я. Да, то есть, ну, такое детское восприятие. А, да, кстати, я не сказал, что сейчас как раз мы так вот эту подростковую стадию в ретрите в предыдущих эфирах я не скажу, что все прошли, что мы тренировались проходить и изучали инструменты, которые для этого. И сейчас мы вышли во взрослую как раз, во взрослую ответственность, когда вы, когда мы отвечаем в том числе за свои, ну, отвечаем на последствия своих поступков. Вот так вот, понимаете? То есть, своих семян прошлых. В моменте отвечаем на последствия своих семян прошлых. Так, хорошо. Тогда, ладно, с Ирой все ясно. Чуть-чуть не разобрались. Ну, Ирой исходит из Макса, Макс исходит из Иры, тут он написал. Вот, но это... Это для меня он исходит из меня. Да, это не прямо вот так вот, как бы вот этот персонаж Ира, если так, исходит из меня, а я из нее. Если говорить как бы в целом, то вот, то в целом, конечно, это вообще одно. И мысла. Это вообще вот это я. Это вот все одно. Вот, если говорить, как вот эти аватары, они материализуются, разделяются, то есть индивидуальный опыт, индивидуальное, ну, условно, программное обеспечение каждого из этих аватаров. Вот. И то, как она проявляется, то есть то, как я воспринимаю ее проявление. И почему я отношусь, да, реагирую или действую по отношению к Максу. Исходит из меня. Потому что Макса, ой, меня, например, Макс воспринимает по одному, мой сын меня по-другому воспринимает, мама по-третьему, мир еще в мире там по-четвертому, да, то есть каждый воспринимает по-своему. Потенциал один, пустота одна, а восприятие разное, неповторимое. А мы видим, опять-таки, скажу еще раз, только то, что есть в нас. Тут вот вопрос. То есть мы существуем благодаря вниманию друг друга, но тут вот про мы, тут с этим мы надо еще будет, надо поразбираться. Чтобы к этому подойти, надо вообще осознать, кто я. Кто я. Осознать вот я. Потом только приходит восприятие, я это мы. А потом уже мы. И, ну, я, однозначно тут нельзя ответить, да или нет. Вот на этот вопрос. Что мы существуем благодаря вниманию друг друга или нет. Потому что, когда вы я осознаете, вот, вот, как с этого необходимо начать. Даже слово существует тоже можно продать сомнению. Хорошо. Алла, кто подключились, вот чуть позже, обязательно посмотрите в записи там сначала, чтобы, потому что сейчас тема, она как раз в тема в ретрите, но она прямо подходит той ситуации, которая еще раз сложилась. Так, хорошо. Делимся дальше. Тогда предмет, вообще, то, что мы воспринимаем, исходит из меня. такие простые пока вещи возьмем. Допустим, вы приходите на работу и там на вас кричит начальник или не знаю, там, не знаю, в трамвае на вас кто-то кричит или там на улице или кто-то вдруг. Вот этот вот человек, который на вас кричит, он исходит из себя вот, или из меня, или из вас. Тут правильного ответа не существует. Просто сейчас отразите, что вы сейчас, как ваше восприятие сейчас туда движется. Юлия из себя. Из меня, из себя, из меня. Он исходит из себя, из меня, из меня. Ну ничего, критическая Марса больше тех, кто движется в суть. Из меня, но хотелось бы, из меня. Но хотелось бы, чтобы из него, да? Только из меня, да. Вот это только, это прям вот, прям самое, самое важное. Самое важное. Когда вот это берем, мы с этого момента начинаем брать тотальную ответственность за свою жизнь, тотальную, за свою реальность и понимать, что ответственность других людей за их реальность, что мы не можем ничего изменить для других, мы можем только про себя, только про себя, только свою реальность и это начало. Понимаете, даже то, что мы сейчас вот ретрит ведем, мы как, ну как для поля или там что-то там вещаем там в эфире или как будто бы мы для поля что-то делаем, но на самом деле мы же не можем ответить за того человека, который воспринимает. Вместо него взять эту информацию, воспринять и прожить ее. Если бы мы могли, если бы мы могли, мы давно бы это сделали. Понимаете? То есть в любом случае мы это там, то есть мы это даем, там у вас или кто-то там слушает, есть отклик, вот, но ответственность вообще, чтобы это дошло, вот, ну к примеру, это или что-либо другое, все равно на каждом. Это субъективный процесс, просто субъективный, идти в истину или пока оставаться в ложном. Если начальник кричит, возможно, в прошлом я неправильно выполнил задачу. Нет, семена, это вот, вот слова, действия и мысли, это вот напрямую, то есть если вы садите семена там, не знаю, винограда, вы же получаете виноград, правда, вы четко осознаете, что у вас там осенью будет виноградник, не помидоры, не огурцы, не яблоня, да, точно так же и здесь. Если вы бурьян посадите какой-то или колючку, вот, то виноград не вырастет. Вы не будете ожидать, да, правда, вы же не будете жить в этом кино, что ложным, а вдруг все-таки буду поливать, буду там ом читать и обязательно вырастет виноград. Хорошо, хорошо, что там часть сейчас еще пока воспринимает, что из себя, интересно, ну, другие из себя, интересно, что будет дальше, вот сейчас вот в процессе этого эфира, в продолжении. Значит, информация такая, ну, вы это слышали с той традиции, в которой вот мы, как бы, которая нас окружала, когда мы родились в христианской, вот, что, что и посеешь, что и пожнешь, вот, но это примерно вот в таком, в таком вот не очень широком и глубоком изложении это было, ну, просто слышали, что посеешь, что и пожнешь, вот, ну, там в Библии тоже там было такое, что буквально, что из семян терновника не вырастет виноград, вот, то есть, что посеешь, то и пожнешь. В буддизме вот эту тему, а буддизму на, ну, так вот, если я не знаю, там, можно ли верить этим цифрам, ну, ну, то есть, на 500 лет раньше, чем христианство, чем Иисус пришел, вот, то есть, уже за 500 лет до этого уже вот тему с кармийскими семенами, ну, как бы, это в учение выложено было, и учение намного более глубокое, потом в буддизме это исследовалось, намного более глубокое, чем вот эта просто фраза, что и посеешь, что и пожнешь, то есть, это буквально прям разжеванно, то есть, разжеванно настолько, что не понять, ну, только потому, что нет желания, нет желания взять ответственность. не понять, как бы, Майкл Роуч говорит, что вот это, как бы, понимание ручки, это, он так, по-моему, говорил, не знаю, сейчас, может, он так не говорит, но когда мы там у него были, года три назад, четыре, он говорил, это самая сложная задача, надо 3000 раз услышать проручку, чтобы понять, вот, но, вот мы по своему опыту видим, что когда вы осознаете себя, свойственное я, пробуждаетесь, вот самадхи проживаете, или как, чтобы, ну, это состояние, то все, вам не надо 3000 раз, потому что вы это видите напрямую, вы это видите напрямую, нету ничего, все исходит из меня, потому что я целый, я целый, то есть, что бы ни произошло, все исходит из меня, пока мы в разных степенях, их разделенности, нам может восприниматься, что кто-то, и это, и вот это и есть кино, понимаете, это и есть кино, что кто-то другой, вот, потому что вот это восприятие, что есть я, и кто-то есть отдельный, другой, вот, это и есть виртуальность, когда мы верим в это, что, что эта разделенность существует, хорошо, теперь, значит, тогда мы сейчас больше вот будем вот это видение, которое интегрировалось, интегрировалось нам из буддизма, в этот, ну, в этот курс и в целостность, и там, значит, есть такое видение, которое классно очень передает, ну, буквально не совсем объяснимые вещи, но очень хорошо передает, значит, Ира уже сказала, что все, что мы делаем, говорим, думаем, вот, сеет ментальные отпечатки в нашем более глубоком сознании, то есть, наше более глубокое сознание воспринимает то, что говорит со нами, вот мы говорим, тут это все как бы воспринимается у нас в более глубоком, то, что мы делаем, ваш наблюдатель все время это все наблюдает, то есть, вы как наблюдатель все время, вот, и через некоторый слой вот этот вот процесс, то, что происходит, и ваше наблюдение проходит, вот, и отставляет ментальные отпечатки, и также ваши мысли, вот, то, что мы сейчас тренируемся осознавать мысли, не просто там не отождествляться с ними, а осознавать, какие мысли, вот, ваши мысли сеют ментальные отпечатки, вот, в буддизме сказано так, что 64 семени в секунду сеется, и 64 семени в секунду прорастает в виде вот действительности этой, вот, если в кинотеатре это 24, или там сколько сейчас, 25 кадров там, или сколько, не знаю, вот, то 64 кадров в мгновение даже там, вот, то есть это, это, ну, такое кино, в которое включены все наши органы чувств, понимаете, то есть это как все включено, эмоции включены, реакции наши включены, намерения, то есть подсознательные какие-то программы, все включено, вот, и то, что вот в моменте происходит в виде действий мыслей и слов, вот, все эти ментальные отпечатки каждое мгновение, и каждое мгновение прорастает в виде действительности. Вот, теперь, значит, но, хорошая, как бы, положительная информация в том, что вы можете, зная эти вот все нюансы, вы можете действовать определенным образом, которые будут в вашем сознании, в вашем сознании, сеять те семена, которые будут соответствовать желаемой для вас действительности, для проживания вашего опыта, вашей души, а, возможно, это часть вашего творения и вашей реализации, предназначения, создать ту действительность из своего духовного предназначения, создать ту действительность в своей жизни, соответственно, вокруг, и, возможно, это будет влиять и на других каким-то образом, ту действительность, которая соответствует вашему предназначению, ну, и вашему намерению. Вот, и для того, чтобы, ну, так вот этим уже будем сельхозным сейчас языком, потому что оно метафорично передает, это засеять вот это поле вашего сознания теми семенами, которые вы хотите, есть, ну, простой такой способ, четыре шага. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня, потому что у нас тут сейчас доски нету, вот, есть ли у меня где-то написанное. так, не вижу тут написанного, в общем, знаешь, как заметки оттукать. Да, программу нужно украшать. Угу. Несу новую. Спасибо. Так, сейчас четыре шага. Сейчас сделаю больше. Слабо видно, наверное. Ладно, проговариваю вам и буду писать. В любом случае в чате вам обязательно в задании это сбросим. Четыре шага. Четыре шага, которые позволяют вам создавать ту действительность, которую вы хотите не когда-то там в следующей жизни, не когда-то в следующей жизни, а уже в ближайшие недели-две вы уже будете видеть, как меняется ваше восприятие вашей действительности и самодействительность, и сами события и мир по отношению к вам по-другому начнут проявляться. Четыре шага. Первый шаг – это осознать, чего ты хочешь. Так, скажите, сейчас у кого-то есть с этим проблемы? Тут тоже нужно осознать, что ни от чего я убегаю, да, от чего я не хочу в своей жизни. Я бы хотела, чтобы не было войны, я бы хотела, чтобы я не болела, да, там, или еще что-то. То есть не от того, чего я убегаю, а конкретно в моем осознавании на мире, не звучит только то, что я хочу. Первый шаг, второй шаг. Найти людей, которые хотят того же. С этим есть проблемы? Думаю, тоже сейчас нет. Сейчас. С редактором этим. Дмитрий, пишу. Третье. Помочь им получить это? Ну, с этим, если нет вопросов, мы сейчас проговорим буквально по тематике. И четвертое – медитация, я так скажу, медитация направленного внимания. Вот так пусть будет. Так, пока выключу. Все увидели? Первое. Осознать, чего ты хочешь. Это может быть на разных уровнях вот этой нашей, нашего аватара. В ощущениях может быть, эмоции может быть, в ментальном плане. Вот спокойствие, например, или целостность в событийном плане. Вот это может быть какие-то буквально вещи или какие-то события, которые вы хотите в своей жизни. Второе – найти людей, которые хотят того же. Вот с этим вопросов тоже нету, потому что, чтобы вы сейчас не спросили, мы здесь можем, нас тут 100 человек сейчас в зале, можем спросить, и я уверен, что, ну, от 30 до 60%, ну, а сейчас вот в этой ситуации может быть до 100%, люди поднимут руки и скажут, я тоже этого хочу. То есть найти людей, которые хотят того же, не составляет труда. Третье – помочь, получить им это. Ну, давайте начну немножко это расшифровывать, объяснять. Например, если вы хотите, чего вы хотите? Допустим, внутреннего спокойствия, да, умиротворенности. Ну, сейчас вот как-то эта тема больше звучит. А почему можно этого хотеть? Потому что если внутри меня покой и мир, да, то я буду видеть это снаружи, это будет в моей реальности. Это уже будет и в моей реальности точно так же. Потому что никогда не исходит само из себя. Только из меня исходит. Или, например, вы хотите реализацию своей свободной воли. Может, да? Подходит вам такое? Вот. Это первое. Второе. Найти людей, которые хотят того же. Ну, например, давайте, кто хочет умиротворения внутри. Моих нити. Ну, понятно, с этим вопросом сейчас 100% будет. Реализацию своей свободной воли. Кто хочет? Ладно, давайте еще там что-нибудь. Ну, ладно, пока на этом. Остальные вопросы чуть-чуть по-другому раскроем. Найти того, кто это хочет. Третье. Помочь им получить это? Ваши любые минимальные возможные действия из этого состояния, из вашего намерения. Любые. Направленные внимание на это желание. Помочь им получить это. То есть люди, с которыми вы взаимодействуете, вы своими действиями, мыслями, словами взаимодействуете таким образом, чтобы тот человек, который этого хочет, получал, был в этом состоянии. Вот. Ну, или получал то, чего вы хотите. Ну, давайте тут с умиротворением. Тут как-то более-менее понятно. Ну, с этих, таких вещей. То есть, ваше намерение на то, чтобы люди, которых этого же желают, а сейчас вот вы видите в этой ситуации, это 100%, получали от взаимодействия с вами состояние умиротворения и покоя. Независимо, независимо, где вы находитесь. Неважно. Может быть, даже там вы находитесь там буквально сейчас на войне и там на фронте. Буквально. Это все равно вы можете делать в моменте. Третье. Помочь им получить. Это четвертое направленная медитация. Ну, Майкл Роевич это называет так вот. У него это классически звучит кофе-медитация. Вот. Она в таком виде подразумевается, что это вечером за 10-5 минут перед сном вы просто вспоминаете то, что вы сделали для другого, то, что вы сами хотите. А другой, для которого вы это сделали, он откуда исходит? Из меня. То есть это вы делаете для кого? Для себя. Понимаете? Вы это делаете для себя. Каждое ваше это действие, оно для себя. Вот. Вы там за 5-10 минут перед сном вспоминайте это, чувствуете радость искреннюю. Не похвала себя, как вот там в детстве похвалите меня. Это просто внутренняя радость. Я сейчас расскажу про эту радость, которую вы чувствуете от того, что другой человек получил то, что вы сами хотите. Вот. И эта радость такая, как, знаете, как вы ребенку когда-нибудь дарили подарки? Чувствовали радость? Когда ребенок вот радуется, вы прямо это чувствуете, это. Это вот, но это очень сердечная такая радость, она прямо в сердце откликается. Вот. Даже если сердце закрыто, все равно вы там внутри чувствуете этот отклик, все равно вы это знаете. У вас эта радость разливается у вас. Вот. Поэтому, ну, я так вижу, что не обязательно перед сном. Тем более сейчас события так быстро развиваются, что я предпочитаю такие, ну, как бы это замечать и радоваться в моменте, когда это происходит. Прямо в моменте. В моменте, когда вы это делаете. Не прямо в моменте, а радость от того, что вы это делаете для другого. Но на самом деле нету другого. Это делаете для себя. Вот. И помните, там был эфир про эмоции? И там была эмоция грусти-радость. Грусти-радость. И там в этой дуальной эмоции мы разбирали тогда, что грусть – это эмоция, которая естественным образом приходит, это как из нашего прямо я, из души. Вот, как реакция на то, что уходит что-то. Уходит. И сейчас в этой ситуации много может быть грустного, потому что, ну, реально, старый мир рушится. Его уже нет. То есть его уже нет. Ну, рушится, я имею в виду, старый мир даже в восприятии, вот в кино. То есть буквально вот все разваливается. И многие вещи, которым вы были привязаны, на которые возлагали надежды или ожидали, они уходят не в представлениях, что так все, мы перестаем это представлять. Они вот буквально уходят. И вот эта эмоция грусти – это способ отпустить. Это способ отпустить. Не заблокировать грусть. Тут важно не заблокировать грусть. Поэтому грусть – это та как бы эмоция, но тут я бы даже сейчас назвал это энергией, которая помогает отпустить. Вы буквально через грусть можете отпустить. Отпустить. То есть не блокировать грусть. А радостью вы можете создавать. Радостью, вот этой радостью вы можете создавать, потому что это энергия творения. Ра. Ра. Солнце. Энергия творения. То есть ваше направленное внимание, в том числе через радость, вот она создает ту действительность, которую вы намереваете. Теперь еще, чтобы объяснить этот четвертый шаг. Мы с вами там в предыдущих эфирах разбирали с такими программами психики и более сложными эмоциями, может быть, программами так же можно назвать. Вот как, например, чувство вины, обида, страх, недовольство, жалость, жалость, жертва, ненависть, злорадство. Отчаяние. Вот, если у вас эти программы запрограммированы в психике, они ваше внимание будут захватывать? Если страх есть, если чувство вины есть, обида есть, жалость, ненависть есть, будет ваше внимание? Вот на триггеры, вы же это узнаете, будет захватывать. Помните вот эту фразу, что, и вы уже не то, что как фразу, это прямо сейчас напрямую видите, что куда внимание, туда энергия. Сейчас четвертый шаг вам объясняю. Куда внимание, туда энергия. Страх, допустим, если это программа, куда ваше внимание будет направлять? Сейчас смотрите, что в коллективном сознании происходит. Куда внимание, страх будет направлять? На то, что вы хотите, или на то, что вы не хотите? Понимаете? Куда то, что вы не хотите? Ребята, у меня тут в этом, в макбуке почему-то перестало работать этот редактор вырезать. У кого есть свободная возможность вырезать, я вот этот вот прям, ну, некоторые отрывки из этого эфира вот прям попросил бы вырезать, потому что можно выложить там, это полезно будет для людей послушать. То есть если страх, эта программа есть, и она триггерит, то ваше внимание будет захвачено и направлено на то, чего вы не хотите. Понятно? А когда сейчас вот все коллективное поле, почему я сам в начале эфира говорил, что все это работает на то, чтобы расшатать панику, для того, чтобы создать страх. Вот и все ваше внимание, внимание коллективное направить на ту реальность, которую мы на самом деле не хотим. Это понятно? И вторая сильная эмоция, которая сейчас проявляется, это злость. А еще сильнее ненависть. Вот. Если у вас ненависть запрограммирована и проявлена, она захватит внимание, особенно в этой ситуации? Захватит. Направляет куда? А ненависть – это семена войны. Да. Семена прямые войны и смерти. Захватит внимание, направит на то, что не хотите. Недовольство чем-либо. Захватит внимание? Захватит. Недовольство напрямую. На что направит внимание? На то, на объект недовольства. И поливать будет внимание те семена в вашем сознании, которые вы не хотите, чтобы они прорастали. Поэтому, это я сейчас к тому, что, поэтому те программы более, более плотных планов и уровней, которые мы разбирали. Сейчас вот открываю демонстрацию. Вот здесь, на эмоциональном плане, ну, что-то может быть тут на плане эфирном. Вот. И на ментальном плане вот эти программы, их надо продолжать разбирать. Потому что вот эти четыре шага, они будут неэффективны у вас работать, пока эти программы постоянно включают, ваше внимание захватывают и направляют на то, что вы не хотите. Понимаете? Не радоваться в моменте все время тому, что вы хотите и делаете все время в моменте в этом. Вот. И направляют ваше внимание на то, что, на ту действительность, на ту реальность, которую вы хотите создать. А захватывают ваше внимание и направляют на то, что вы не хотите. Вот поэтому те программы, их надо отслеживать прям осознавать отслеживать вы их можете только из осознанности это значит что вы что вы осознание из наблюдателя воспринимаете понятно да не из ума потому что там вы этого не заметите а из этого этим являетесь в этот момент когда да если вы из ума смотрите то вы отождественные с этим вы как будто бы этот персонаж которым который просто захвачен этим этими эмоциями этими переживаниями программы вот только из осознанности когда я наблюдатель я могу увидеть эти программы и осознанно у вас уже информация что их надо искоренить они не помогают вам ни в войне выиграть не в какой-то там реальность создать вот они они просто захватывают ваше внимание и на и направляют вашу энергию жизненную на на то что вы не хотите ну возможно там какие-то сейчас другие духовные учителя вот из других каких-то миров которая там не знаю не не совсем человеческих вот пока вот как бы нас учат таким образом понимаете вот за внимание захватывается и направляется на то что мы не хотим своей жизни чтобы в человеческой жизни в нашей жизни было реализовано вот поэтому это это важно чтобы продолжать это отслеживать и и выгружать 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 как мусор вот и тогда у вас расчищается пространство для того чтобы в моменте вы могли чувствовать радость от того что вы можете делать для других то что вы сами хотите вот и вот эта радость это тоже ваше внимание которое направлено еще усиленно вот это ему т.р. энергии радости направлено на то что вы хотите вот и вот этот четвертый шаг это залог того что ваша действительность она будет меняться уже через неделю через две то что вы делаете и так своей дельности своей жизни много того что вы хотите делайте для других то что хотите для себя вот но четвертый но у вас она не происходит вам в действительности не прорастает потому что ваше внимание было захвачено другими программы понимаете и на другое направлено вот а вот этот четвертый шаг он очень важный потому что он ваше внимание постоянно направляет на те области сознания вашего с ментальными отпечатками с семенами которые вы хотите чтобы проросли в вашей действительности это грубо говоря на вашем огороде из сорняки есть овощи фрукты на выходите поливаете сорняки раньше поливали в смысле когда узнавая что это просто поле надо выпалать а не поливать своим вниманием вот да а теперь вы осознанно поливаете те семена вот вами же засаженные в этом поле или в этом огороде но условно сейчас мы сейчас этой темой огородической потихонечку уйдем но сейчас чтобы для для метафоры было понятно поливайте те семена которые вы хотите то есть вы заботитесь о том о своем завтра сегодня пока я получаю плоды вчера уже всего все я уже не могу с этим ничего сделать только простить себя если это мне не устраивает и принять поблагодарить что все эти семена проросли все и они уже выкорчеваны можно сказать все плоды есть а сейчас мое действие мои мысли и мои слова вот сейчас является вот этим важным осознанным выбором моим ответственностью что со мной будет завтра что отразится так хорошо поэтому четвертый шаг он он самый простой и одновременно может быть сложным от слова ложным потому что как будто бы он не такой значительный или забывается или настроение не то или еще какие-то причины привычка привычка направлять внимание на то что не устраивает и с этим бороться и как будто это нужно что-то изменять я когда начинала практику медитации я две недели осознанно ложилась спать и у меня просто не останавливался этот поток мыслительный я в течение дня записывала уже даже какие мои действия были куда я хочу направить внимание в конце дня просто перестраивая свое сознание две недели каждый день просто осознанно переключала переключала то есть это или сила воли нужно чтобы вот мгновенно это случилось а сейчас такие обстоятельства что может так так сильно быть что это вот мгновение случится это может случиться есть такая возможность или осознанно ежедневная такая выбранная практика внимания переливания как это тоже самое что сейчас изменить русло бурящей реки да она уже течет бурлит и ваше внимание по привычке так текло и сейчас это русло нужно направить в другое место да туда где будет полив того что вы хотите так заходит сейчас хорошо давайте теперь попробуем на практически какие-то вещи еще переложить эту эту тему чтобы увидеть это действительно понимаете это мы из ментальности воспринимались персонажа этого вот из кино все время воспринимали вот и но вот реально в виртуальной реальности находились сейчас вот это осознание она дает такой первый очень хороший переворот внутренний что это это же я же транслятор я же являюсь этим транслятором своей жизни это но и свои своей действительности своей реальности значит с умиротворение мы немножко сейчас поговорили что может быть умиротворение свободная воля давайте свободную волю что я я кстати в эфирах это иногда тоже говорю свободная воля если вы хотите чтобы ваша воля была свободна найдите людей люди люди которые вас окружают дайте им свободу посмотрите где возможно вы то есть какая-то или гордыня или какие-то программы там старые эту свободную волю ограничивают да просто даже выражать свое мнение даже если она отличная вообще кардинально отличная вообще противоречит вообще несет вам боль вообще несет вам страдание тревогу и страх вот просто дать эту свободу просто 10 не да вот это принятие тотально чтобы что другой человек может так думать но вот ваша внутренняя территория она вот на прошло на этом уровне подростковой психики она должна вырисоваться в границе вашей вашей внутренней территории должна вырисоваться в процессе выхода из подросткового в возрослую психику в процессе того когда вы берете ответственность за вот эту свою внутреннюю территорию свою жизнь вот и поэтому другой может быть думать что все что угодно понимаете но он не но сам из себя не исходит он сам из себя никогда не исходит посмотрите даже вот эти все ситуации там когда вот начался коронавирус и вся эта тема там же необходимо было никто так просто не но не заставлял то есть необходимо согласие обманом не обманом каким-либо образом понимаете то есть необходимо было согласие вот и мы уже сейчас уже эта тема вообще куда-то исчезла но мы вот последние там моменты когда еще мы были в украине и там ходили по по общественным местам вот мы видели что то есть на нас перестали вообще ну то есть ограничивать нас в этом плане в плане масок вот то есть буквально вот и буквально мы потом начали видеть что вообще пространство вокруг нас вот вообще с свободно от этого всего там где мы жили там где мы жили там же недели там были вообще просто забыли что в мире существует это тоже точно так же мы тут немного попали конечно в этом да в мексике сейчас ну тут тут люди на улицу ходят тут мы конечно еще пока не разобрались как мы тут это видим почему так видим из другой страны как мы можем из другой страны протранслировать по-другому пока тут мы еще не совсем разобрались но но там где вот в привычном для себя месте это ну то есть это мы прямо видели как это работает то есть соответственно если вы хотите свободной воли то есть все существа вокруг вас которые хотят тоже свободной воли вот вам необходимо помочь им получить это даже своим внутренним да позволить так думать делать да и говорить это уже действие которое направлено на то что вы это получаете тоже человек получает и вы там может быть тонкий момент или если если кажется что-то сложным здесь то это из ложного тут уловить эту тему что если кажется тут что-то сложным как это вот там например кто-то вашу волю там ограничивает как вот но то посмотрите если сложное то это из ложного надо там разобрать разобрать на уровне на на убеждение на какие-то представления и так далее вот это это тоже работает очень напрямую вот вы даете собой вы вы не вы вы на другую территорию не влазить своим ним своим ну своим эго вот и на вашу территорию и радуетесь за других и на вашу территорию перестают лазить входить туда вторгаться сейчас давайте так скажу четвертый шаг тут важен потому что сейчас может восприниматься типа ну как там и ну как это то вторгаются на мою территорию вторгаются вот этом вот четвертый шаг важен то четвертый шаг пересеивает и прорастают восприятие вашим та действительность которую которую вы хотите давайте еще такой пример это может сейчас на таких больших вещах это может восприниматься немножко как бы сложновато вы можете с простых вещах что вас что ваш ум увидел ого ничего себе это так работает я сейчас примеры приведу парочку примеров это так работает буквально рассказываю пример мы были в таиланде у майкла роуча на ретрите и там была ну и там есть традиция такая вообще в буддизме по отношению учителя там как раз был такой с буддистским наклоном и ну в таком традиционном буддистском больше стиле сделан ретрит по отношению учителю вот но я советской школы какое там подношение учителю вот то есть это проявить уважение действительно уважение к учителю проявить вот но я понял что для меня это вообще не то что вызов это для меня вообще реальная проработка потому что для меня это я прям чувствовал внутри как там что-то крестит вот но я сделал я я когда это сделал я понял в тот момент я понял я уже проводил ретриты там несколько лет я понял почему я вижу все время что меня не уважают как учителя сейчас слышите на о чем я говорю я почему-то видел хотя вы или макс мы там ты такой молодец там мы все там чуть ли вот ты наш гуру вот а я вижу неуважение понимаете а я вижу неуважение просто я не могу понять откуда и когда мы попали на ретрит в конокручу я это прямо увидел потому что когда было подношение учителю я увидел вот что вот это неуважение но откуда исходит не из тех людей не из этого кино из меня исходит вот в общем я там во время ретрита проработал с учителями там все переписывался проконтактировал в конце ретрита подношение учителя опять традиционное было но я просто процессе там и открывался этому как бы искренне вот короче мы приезжаем через неделю в киев вот сделали такой однодневный тренинг практику поделиться вообще вот этим для тех для тех особенно кто был у нас но еще как бы вот это знание не получил эту информацию не получил нам хотелось с ними поделиться то есть чтобы они дополучили еще это вот и одна из первых участник идет вот с цветами в руках вот я думаю ну наверно шкири идет она с цветами в руках понятно кому же еще найдет кири идет цветами руках я такой ира и смотрю она идет ко мне дарит мне цветы и моему удивление неделя прошла понимаете неделя прошла времени моему удивлению просто реально не было предела я говорю люда по моему люди слушай вообще из чего ты решила купить мне цветы мне просто интересно как вот у тебя вот это пришло в голову купить мне цветы я же я иду по улице смотрю цветочный ларек дай думаю куплю максу ему будет приятно ну дословно понимаете то есть у нее отклик пошел то есть отклик моменте вот а для меня это прямо прямо опыт прямой опыт как неделю назад посеянные мной семена проросли буквальном смысле это это настолько это просто потому что ну почему это для меня было явным явным доказательствами опытом потому что до этого никто мне цветы не как учителю то есть у меня вообще было восприятие неуважение как учителю к себе понимаете тем более цветы никто не берет а тут прям прямо проявление того что вот это это помните как действительно это то что сейчас мы говорили в начале мы как действительность перестраивается действительно понимаете действительность событийный план перестраивается вот тут вот я превращается в ум да реализуется желание поэтому конечно можно из простых таких вещей начинать чтобы чтобы ваш ну вот этот уровень ума которому надо все понимать которому надо доказательства как это работает которые чудеса может так не понимают как это работает вот чтобы вы увидели ого вот так работает вот на таких простых вещах чтобы и вы замечаете эти вещи потому что вам надо их заметить чтобы у вас простроилась вот этот новый навык понимаете новый навык у вас то есть у вас уже нейронная как бы нейронная новые цепи создаться должны вот что вот ваши действия создают вашу действительность ваше действие создают вашу действительность какой еще пример такой привести но это такой буквально самый такой показательный был пример который прямо вот так вот проявился так есть хорошо так теперь возвращаемся кто теме про свободу воли все то же самое просто просто это для нас еще не может быть даже неосознаваемо непонятно где мы чужую волю вот в своем восприятии ограничен даже в своих мыслях понимаете что мысли тоже откладывают ментальные отпечатки постоянно вот если вы еще туда если еще какие-то программы внимание ваше захватывают туда все время поливают они так не должны не так не могут они должны по-другому думать и так далее так далее один из примеров который сейчас сыпется да есть мы здесь и есть вы там и вот были бы вы здесь где мы до были бы вы под пулями были бы вот тогда бы посмотрели вот вот да то есть эти вы я желаю сейчас я я волю направляю тем самым себе это желаю тем самым для себя это продлеваю тем самым себя в это закапываю да можно сказать и проращиваю это себе это такая вот неволя внутренняя получается так хорошо давайте дальше ну хорошо насколько сейчас эти актуальные примеры они в принципе всегда актуальны давайте кто же попривожу например деньги вот сейчас тем более вот есть есть у вас потребность есть кто из ну понятно что вы сейчас все помахали головой я сейчас прошу второй шаг найти людей которые хотят того же все все вы помашите головой 3 помочь им получить это вот как полу помочь им получить это и вы это делаете каждый день вот кроме того что вы можете это сделать по отклику где-то в моменте вы это делаете каждый день просто рассчитываясь в магазине там к оплачивать какие-то услуги и так далее вот вы это делаете каждый день оплачивая в магазине там за продукт можете просто осознать сколько людей участвовало в создании этого продукта и того что вот он из там не знаю с поля через производство через упаковку через доставку через расклады на полку создание всего всей этой инфраструктуры попал вам в руки вот эта вся цепочка людей ну сейчас понятно как это насколько это актуально в текущей ситуации но все равно же это поменяется так или иначе на сколько людей участвуют в этом процессе они есть потребность у них в деньгах то есть вы платят там свои 100 гривен или сколько там или 100 долларов вы в этой цепочке каждый получает то что хочет соответственно понимаете тогда вопрос в том что в момент помните что в каждый момент вы когда действия делаете там все участвует с каким намерением каким состоянием с какими эмоциями вот отдаете тоже есть вопрос стоит ли в страхе идти чтобы идти чтобы из киева выходить то есть если выезжать в страхе туда внимание в страхе соответственно обстоятельства раскрываются из того от чего мне не хотелось бы чтобы случалось то есть если выезжать то уже в том состоянии которое хотелось бы раскрылась доверие например доверие тогда вы доверяете и жизнь вам все складывает вам путь открывает по отклику всегда я вот там вижу что некоторые там не в личку пишут или вижу пишут в пабликах своих что чувствует отклик остаться это их отклик понимаете это их отклик они чувствуют остаться вот и как как этот отклик открою раскроется для них это одно из страха можно ну просто может павел ты сейчас позже чуть подключился потому что мы об этом все заверили страх просто захватывает ваше внимание направляет на то что вы не хотите кроме того что еще заужает восприятие до детского просто до детского то есть вы широко общение осознаете не видите как не чувствуете в и пространство и вообще время то есть пространство и время не чувствуете потому что так вы можете моменте когда вы в присутствии и не вовлечены эмоциями вы ваши ваши вот это интеллектуальное более высокое многомерное сознание там где откуда интуиция чувствует все в том числе наперед так ну хорошо пусть так значит по поводу денег понятно по поводу времени примеру но сейчас тоже не знаю насколько это актуально там для вас там хватка нехватка времени вот но все равно как пример понятно что это поменяется поменяется и для вас это тоже важно на сознание может быть вот что например когда не хватает времени найти людей которым тоже не хватает времени помочь им получить это больше времени и радоваться за них искренне вот и пример тут очень классный сыр и всплывает у иры ну да до того как мы познакомились была работа она работала администратором школе танцев вот и у нее вообще загруженность очень большая была у нее руководители и мог позвонить три часа ночи женщина три часа ночи искать до утра надо сделать работу ну то есть то есть какая у нее рабочая занятость да понимаете откуда это исходит исходила точнее понимаете откуда даже ее восприятие было такое но жертва это это вот жертва это более низкая эмоция про программа вот но кроме того еще эти семена вот что нету времени постоянно занятость то есть это вот и скорее всего не скорее всего то есть проявление к другим людям с ее стороны так такие такое же было вот и это не обязательно что оно было такое же сто процентов потому что помните что семя там семечку садите а врачи вырастает под солны который там уже там сколько там несколько сотен семян больше многократно садится желудь и вырастает дуб большой вот то есть ее действия первоначально эти они могли быть намного меньше чем тот результат то есть те последствия которые происходили короче вряд ли тойотка занятость была вот и у нее есть ребята таком я которая там накрестила ребенка их него вот которая тоже там все время заняты ты кто-то на работе там с ребенком вот но и разнала что они любили джеймса бонда когда новая серия джеймса бонда выходила и она знала что то не любят посмотреть но у них нету времени на это вот она как бы зная там это ее просто чувство радости внутреннее вело туда она знает а их не эту любовь пони отклик говорил ребята давайте с евой побуду а вы пойдете посмотрите джеймса бонда то есть она у нее типа нету времени но она ее чувство это вот приводила туда вот с евой побыть ребята ходили давал им время ну понятно что она радовалась этому во всех смыслах вот сейчас у иры когда спрашивают там мира но как а сейчас у тебя как со временем сейчас и варит у меня вообще все свободное время все свободное время вот сейчас у нас ресторан под затих но когда он активно работал сколько времени тебе в неделю надо было час в неделю час в неделю в четверг 10 до 11 представляете это бизнес который считается самым где собственники должны постоянно присутствовать бизнес который считается что он должен постоянно быть вовлечен то есть настолько трансформилась ее восприятие со временем что на ресторанный бизнес у нее на протяжении последних четырех примерно лет такая ситуация понимаете на протяжении последних четырех лет вот ну в какие-то время какой-то какие-то недели понятно что больше там или у нее идет какой-то или у нас идет какой-то творческий процесс там это не работащий это не занятость это не занятость да понимаете это все ощущение это не не такое что ты занят это просто и творчество это создание чего-то ну и я продолжала продолжала в своей реальности проявлять время и способ еще одни быстрых способов я пропускала автобусы которые везут людей домой на работу то есть там очень много людей одновременно ты радуешься за почу семьи что люди приезжают там нет это уже потом ну да но я продолжаю и продолжаю сейчас тоже радоваться нескончаемый процесс это не единоразовое состояние давайте чтобы эту тему сейчас как раз продолжить значит а сейчас вот здесь же допишу пока еще этот сельхозный язык будем использовать какую почву садить лучше всего понятно что если вы там куда-то в сухую почту или там куда-то воздухе или в болото или вообще кто-то не то это будет прорастать не очень то есть есть определенные ну как бы обстоятельства в которых это будет прорастать наилучшим образом да вроде так понятно выразился значит первое это люди которые действительно нуждаются вы знаете что они нуждаются не просто там это как-то для или вы просто безответственно относитесь к просьбе по отношению к вам вот и не знаете там есть нужда или там просто вас но может быть какой-то обман или что-то еще или действительно люди нуждаются люди которые нуждаются они неправильно сейчас но сейчас допишу это это второй пункт первый пункт это люди которые вам вам помогли но это первую очередь родители учителя родители даже если у вас вам кажется что они вам не помогали или как-то вредили вот вы здесь сейчас в этом опыте благодаря тому что у вас есть эти родители поэтому они свою роль выполнили на сто процентов даже если этого если у вас там еще пока еще и вы должны были уже обиды принципе всякие там вот эти вещи по отпускать процессе ретрит даже если вы еще пока не отпустили в любом случае они выполнили свою роль сыграли в вашем кино на все сто чтобы у вас прослите семена которые должны прорасти второе люди которые действительно нуждаются ну знаю там у кого-то друзья или даже может незнакомые люди которые попали в какую-то ситуацию там может ваш друг там который ну например лишился денег и ему необходимо заплатить за там за аренду чего-то вот и вы просто знаете что он оказался такой ситуации у вас есть возможность даже возможно безвозмездно не одолжить вот и безвозмездно помочь ему вы можете помочь просто радоваться что в вашей реальности нет проблем понимаете в вашей действительности нет проблем ни у кого с деньгами и сложной ситуации всегда есть помощь вот и радуетесь просто все люди которые действительно нуждаются вот но ответственность все равно ваше и осознанность и мудрость ваша потому что если второй раз приходит к вам этот человек третий раз приходит этот человек и он уже ответственность на вас переложила вы взяли нужную ответственность за него вот тогда это уже не работает это уже не помощь понимаете да вот он тогда что то другое надо дать вот это то вам тогда что то другое надо дать не рыбку все время ловить для него тогда уже удочку надо дать возможно вам надо дать информацию про 4-шага там май по руке там charges ретрит или какие-то другие знания поделиться, которые даст возможность этому человеку самостоятельно, ну и вообще поделиться про ответственность, про осознанность, про пробуждение, которое даст этому человеку возможность самому взять ответственность за происходящее в его действительности и не перекладывать. То есть он нуждается в этой помощи, вы ему это даете, вы ему это радуетесь за него. Как у него это прорастет, это уже его как бы семена, его карма. И третье – это помощь людям, которые помогают многим другим. Ну то есть вы знаете, что помогают многим другим, там, не знаю, к примеру, ну такой из действительности еще недавние, там, ну хотя это тоже сейчас скорее всего актуально, там помощь детдомов, дом престарелых, школам, ну сейчас это может быть беженцем или людям, которые нуждаются, там, действительно в какой-то поддержке или помощи. И вы знаете, что эти люди действительно по своему призванию этим занимаются. Вот, и вы, помогая им или передавая средства какие-то, вы помогаете многим другим одновременно. То есть вы свое семя сразу как бы, ну, приумножаетесь. Вот, и Ира приводила этот пример с общественным транспортом. Вот, ну в ее действительности, она так говорит, это просто удивительно. Я, ну, опаздываю куда-то, вижу по навигатору, что там по времени опаздываю, начинаю или продолжаю пропускать общественный транспорт, и время сокращается до точки назначения по навигации. То есть люди тоже там в транспорте едут куда-то в своей действительности, тоже хотят приехать вовремя, понимаете, многие в общественном транспорте. Вот, Ира вот говорит, действительно раз-раз-раз, как я смотрю, как уменьшается, уменьшается, уменьшается. Вот, хорошо. Вот это такие три почвы, которые плодородные для того, чтобы ваша действительность быстрее прорасталась, ну, как быстрее, быстрее менялась и быстрее прорасталась эта действительность, которую вы хотите. Так, сейчас почитаю. Так, ничего нового не появилось. Хорошо. Давайте, если есть вопросы по поводу того, что вы хотите, напишите в чате. Вообще, буквально это работает, ну, буквально. То есть если вы хотите, например... Иногда буквально работает, иногда вам надо посмотреть, что под этим лежит, под вашей потребностью, под вашим желанием. Например, если вы хотите, там, дом, квартиру, и вы помните, то есть вам надо найти людей, которые хотят того же. Вот. Вам надо осознать дом, квартира, что там под этим лежит. И там под этим может лежать, например, комфорт, спокойствие, безопасность. Ну, к примеру, что-то вот такое, да. Вот. И вы можете вот эти причины иметь дом, брать как то, что вы хотите, находить людей, вот, помогать им и радоваться. Вот. Еще раз скажу, что радоваться, это вы буквально через неделю, через две начинаете видеть, как действительность, если вы в осознанности находите. Если вы не в осознанности, то вы не можете заметить это, потому что для вас это просто кино. Но если в осознанности, то вы видите, как меняется ваше восприятие, и ваша действительность меняется. Я приведу такой пример, давайте вот в этом плане. Там примерно до 30-ти чем-то лет я был руководителем, ну, до этого не было, а потом был руководителем семейной фирмы. Вот. И у нас была фирма, в которой мы работали с крупными предприятиями, поставляли промышленные подшипники, ну, это промышленные такие, в общем, оборудование, можно так сказать, вот, на крупные предприятия, в том числе государственные. Вот. И у нас, конечно, там было разные схемы. Там были и откаты, и взятки, ну, все вот в таком духе. Потом как-то я так по отклику уже меня вытянуло оттуда, я вышел оттуда. Вот. И я начал искать, что-то сделать для души, так это звучало у меня. Сделать что-то для души. Как-то так пришло тогда ресторанный бизнес, я поехал там в Штатах, посмотрел. Ну, в общем, создался вот этот проект Небос. Вот. Ну, пока он создавался, там, года 4, как бы, или 5, так более-менее 4, наверное, до того момента, как он стал успешным. Кстати, он стал успешным, я так тоже на Иру всегда говорю, что вот Ира появилась, и он стал успешным. Но Ира тоже, я сейчас хочу сказать, что появилась из семя. Вот, определенных. И когда вот уже был успешный бизнес, и я помню, как женщина приходит, и говорит, а, не женщина приходит, в поле тогда появился какой-то человек и говорит, слушайте, кому вообще нужен вот такой вот ресторан? Вот, цироеческий, там, какая-то осознанность, что-то такое, ну, в общем, какой-то такой. Ну, кому надо? Все думают только, как себе отхватить, как обмануть, вот, и, ну, вот, в таком духе, вот, вот так вот. Я такой, это прошло, но для меня тогда, я не знал про семена, но пришло где-то года 4, постепенно. Вот, и я такой где-то так раз, так что-то как-то мне отдаленно там залетает вот этот такой вопрос, а я так смотрю, вот, откуда вообще этот, доносится этот вопрос? Потому что в моей действительности все думают только от осознанности, это, это тогда вот было, ну, сейчас, сейчас тоже, вот, в основном. Все думают только об осознанности, все думают, как помочь друг другу, про здоровое питание, как пробудиться и так далее. Я такой, этот голос, который говорит, кому это нужно? Вот я понимаю, я потом уже переосмыслил, что это из тех семян, которые были тогда еще, понимаете, там, когда-то засеяны, там, в том бизнесе, когда я занимался этим промышленным оборудованием, когда я там взятки давал, и там откаты, и так далее, и так далее, когда я в том восприятии был. Это я сейчас к чему веду? Что за это время мое восприятие и действительность вокруг меня изменилась настолько кардинально, просто вот это, когда он говорил, это мне показало настолько кардинально, что из того мира, вот я буквально вытащился вот в эту действительность, где все думают об осознанности, все думают, как помочь друг другу в буквальном смысле. Вот, да, понятно? Понимаете? Действительность поменялась, то есть, вот, окружение поменялось. Нет, я понимаю, то есть, я когда это услышал, я понимаю, что как бы, я понимаю, что это как бы, эта часть коллективного сознания и действительности, она есть, но она вот в моей действительности не проявляется. Вот, то есть, где, понимаете, что получается? Куда я не прихожу, там все время это прорастает, то, что исходит из меня. Да, понимаете? То есть, так вот, так вот действительность, она все время с вами ваша, и ваши семена все время с вами. И куда вы не приходите, вот это прорастает, то, что из вас исходит, то, что в вашем сознании прорастает все время. Так. Это не эгоистично помогать другим ради себя. Это очень классный вопрос. И тут классно отпустить убеждение, что делать для себя – это эгоистично. Понятно? Отпускаете убеждение, что делать что-то для себя, вообще для своей жизни, для процветания своей жизни. Это эгоистично. Это, ну, вообще просто представление, убеждение такое. Вот, все, вы это убираете. А кто? А есть кто-то, кроме вас? Если вас нет, чем это будет? Понимаете? То есть это все исходит из вас. Вот поэтому, конечно, вы создатель своей действительности, это ваша ответственность. Вам необходимо делать то, что вы чувствуете из отклика. Так. К нам приехали родные, с которыми много лет не общались. Я счастлива, что можем и помочь. Супер. Спасителя. Спасительство. Да, кстати, у тебя там в чате звучало, Настасья, по поводу спасительства. Ты с этим разберись. Ну, спасительства не надо. Если разве что это не твое предназначение. Знаете, есть люди, которые являются спасателями. Ну, спасателями там работают в спасательной службе. Вот по своему предназначению. То есть это реальное предназначение, спасать людей. Вот. Если это не является вашим предназначением, спасать в буквальном смысле, вы же знаете, как это, то тогда это, ну, какая-то ложная программа. Она может быть из чувства вины или из какого-то представления ложного. Вот. Но это если ваше предназначение, вот, то все вы тогда спасатели. Так, хорошо. Так, вот у нас бомбят сейчас. Жуляны. И у меня над головой летают эти... И я поймала себя на мысли, что жду, когда закончится. Хотя внутреннее состояние стабильное. Паники нет. Страха нет. Но жду, когда закончится. Как отпустить? Ну, вчера в эфире это делали. В принципе, я это тоже проговаривал в начале ретрита, когда мы с эмоциями работали. Когда мы с такими... Ну, давайте мы сейчас немного... Понятно, что это очень утрированный пример. Он сюда не слишком подходит. Но тем не менее... Если у вас сосед на этаже выше постоянно работает отбойным молотком... Сейчас просто абстрагируемся и возьмем другую ситуацию. Разделим эту ситуацию с бомбежкой. Сейчас немножко на другое. Когда... На несколько как бы слоев разделим. Когда работает постоянно отбойным молотком. Что у вас будет подниматься? У вас будут подниматься, скорее всего, если вы там пока не проработались, у вас будут подниматься какие-то эмоции, возможно. Вот эти эмоции вам надо осознавать и прорабатывать, отпускать их. У вас может подниматься эмоции от того, что у вас есть определенные убеждения или представления. О своем пространстве, о том, как другие должны свою задачу или свою жизнь выполнять. Ну, свою работу какую-то выполнять. И вот это представление, оно будет создавать у вас эмоцию. Вот понятно, что... Есть такие какие-то все равно правила, которые... То есть где вы можете там сказать там с девяти или со скольки до одиннадцати. Вот. Но то, что у вас будут какие-то волны внутри подниматься, вот это в вашей психике происходит, и вы это можете проработать. Вы это можете проработать. Ну, то есть, в принципе, меня вот в дневное время, когда там какие-то отбойные молотки или перфораторы, вот никогда не трогало, ну, как бы не цепляло, не трогало, не... Вот. Поэтому ну, непонятно, а если трогает, то у вас там есть ожидание, когда закончится. И вам надо разрулить, выгрузить из психики все это. По поводу бомбиат. Тут я просто тоже бы разделил, потому что там есть эмоции. И надо эти эмоции вытащить все-таки. Их надо выгрузить. И как бы это сейчас не звучало как бы некорректно, но тем не менее там тоже люди выполняют какую-то свою работу. На данный момент, в это какое-то время коллективное наше выполняют вот такую вот, ну, да, может быть, для нас казаться и дурацкую работу, ну, или опасную для нас работу. Наполняет какую-то свою работу. Вот. Когда вы внутри выгрузите вот эти все свои реакции и поймете, что там ситуация происходит, такая, какая происходит, то есть не поймете, а осознаете. Вот. Да вы в осознанность тогда можете выйти. Вот. Или вы, и тогда или принятие придет, или у вас придет принятие и отклик как-то эту ситуацию изменить. Возможно, вам там не надо находиться в том месте. Возможно. Ну, я не знаю, надо смотреть. Вот. Но вы это можете почувствовать, когда вы вышли уже из реакции своих, и вышли из жертвы. Что это для вас осознанный выбор там находиться. Если это осознанный выбор там находиться, тогда нет вопросов с тем, что такое вокруг происходит. Анна, ответил нет? Анна, если что, включите. Да, 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 ответил. Сейчас я включу видео. Спасибо большое. Да, потому что вроде бы эмоции эти все проработаны и все, но когда там это идет долго, я поняла, что первый день еще я ок была, а второй день я вот уже начинаю просто, ну, чувствую, что я ловлю себя на этом. Типа, когда это закончится уже? Ну, понятно. Спасибо. Да, ну и смотрите, смотрите еще раз, давайте повторю, вчера в эфире об этом говорил, смотрите обязательно, из реакции страха надо выходить, из жертвы надо выходить, потому что жертва должна первая умереть в этой ситуации. то есть у вас не должно быть эмоции жертвы, то есть программа жертвы внутри. Вот, когда это уйдет, у вас, вот, потому что в жертве воля вообще отсутствует, ну как, она как бы присутствует вроде как, но эта программа ее практически полностью забирает. Это понятно? А это то, что должно пробудиться, понимаете, это то, что сейчас вот у нас, вот вообще у людей, ну и славян в частности, так как это здесь происходит, это то, что должно пробудиться, воля, поэтому жертва вообще полностью должна уйти. из восприятия из прошлого нашего коллективного жертвы вообще должно уйти. Поэтому вот эти вот ситуации в прошлом, там, с войной, с фашизмом, с голодомором, с, с таким виртуальным, виртуальным, там, в Советском Союзе, там, притеснением, например, украинцев, там, или еще вот, как же, как вот состояние жертвы. Это надо принять сейчас, это каждый из нас должен делать. Даже если это родители, через родителей к нам пришло, и через какую-то коллективную историю, нам это необходимо принять сейчас, в любви принятия. Вот отпустить. Вот. И вот сейчас, вот в моменте, действовать по, ну, как бы из, из свободной воли, из духа. Вот. И это, возможно, совершенно, что-то будет другое, чем вообще, скорее всего, это будет другое, чем до этого. Потому что из жертвы, там, вообще, другие действия. А вот из свободной воли, из духа, это, это, ну, соответственно, тоже другие. Ну, вот в нашем, в нашем, в нашем, как бы, прошлом, это, это, пример вот с небосом было. Вот пример с небосом, это было вот такое, что когда мы вышли из жертвы, вышли из, вообще, от перекладывания ответственности за ситуацию, на внешние обстоятельства, и, ну, программа из страха тоже очень много вышла из тела, в том числе, перед органами, и перед, репрессивными какими-то действиями органов, когда это все вышло, вот, то есть, это стало возможным, то есть, действительно, могло стать то, что мы в небосе тогда сделали. Так, Василий, я не совсем тут понял, если можешь, включи звук, почему евреям на руку состояние жертвы, например, от Холокоста? Это когда, для них, когда, по отношению к ним? Да, Макс, это по отношению к ним. Слушай, ну, тут вот с этой темой по поводу еврейской нации, не знаю, она сейчас раскрывается, там, так многомерно, эта тема, поэтому тут, тут, я сейчас не скажу, я не скажу, потому что я не в этом, не в этом, не в этом поле, вообще, я не могу почувствовать его, как в том поле, в котором, в котором, я вот родился здесь, и, то есть, это я прямо чувствую и вижу напрямую. Мы как-то были в Норвегии, там, там есть коренные, ну, коренные народы, северные, это как, я не помню, как у них там, они называются, но примерно по аналогии, как, как Чукчи, как Буряты, вот, и, но они там, понятное дело, что Норвегия такая, уже достаточно развитая страна, и они в последнее время начали осознавать, они тоже были, как притесненные, в жертве все время, и они, вот, на уровне их духовных лидеров, или вот, лидеров их них, и начали осознавать, что, потому что они были в жертве все время, они все время, как были, вот, в состояние жертвы, и они начали осознавать, что надо перестать себя, быть жертвой, понимаете, вот эти вот народы, они стали осознавать, что надо перестать быть жертвой, и у них, в Норвегии, у этих коренных народов, ну, можно так сказать, что, как реальность в реальности, то есть у них есть свои законы, у них свои решения, многие предпринимаются, то есть никто не решает, вот, за них, вот, то есть они вот для себя, смогли создать для себя сиамы, да, ну, не, не сиамы, там как-то по-другому, ну, неважно, это неважно, так, называются, самыны, самыны, да, ну, я помню по-другому, но может быть, ну, там, я думаю, не одни, не одни, они до сих пор, они до сих пор, вот, прямо, являются погонщиками олени, вот, это для них вот, прямо, их не, ну, они так и реализуются. Так, давайте еще по вопросам, если есть, сейчас я тоже попробую примеры повспоминать, открою сейчас задание, посмотрю. там, 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 есть, конечно, эта тема, она, она, она сейчас вот, берите ее и смотрите, как она простраивает вашу действительность по-другому, берите с простых вещей, вот, можете, сейчас вот в это время, действительно, многие люди нуждаются в помощи, поддержке, спокойствии, миротворении, вы буквально можете, давая им это, вот, вы будете видеть, как у вас, как вы, как вы в этом растете, как вы, у вас спокойствие больше, как у вас больше становятся опоры внутренние, вы помогаете другим найти опору в себе, а не где-то вовне, и вы чувствуете, как эта опора в вас начинает все больше прорастать. Так, Марьяна пишет, бабуся, богато рассказывала про вину и голод, зараз все картинки всплывают в голове. Это может подниматься, и, конечно, это может вообще из кармы души даже, потому что там много чего мы вообще проживали. за, как бы, за своей жизнью. Вот, поэтому эти картинки, они буквально могут воспроизводиться, проживаться, и в том числе, через страх. Вот, что вы тут можете сделать? Вы тут можете принять бабушкин опыт, тем более, что бабушка живая, она прожила после войны. Вот, то есть она прожила, то есть вы можете, как бы, своим восприятием проживать бабушкин опыт тут, вот, в любви и принятии, в своем сердце, в своем сердце проживать бабушкин тут опыт, и, и, это очень важно сейчас, чтобы, вы смотрите, что, мы эту тему родовых программ пока не касались, это в следующем эфире будет, вот, но, чтобы сейчас, вот, и в том числе, и жертвы, чтобы выйти, вот, и жертвы, и, ну, в общем, из многих вот этих ситуаций, которые сейчас включаются, возможно, вам надо родовой опыт принять, вот, вас может туда, так вот, через флешбеки какие-то, через воспоминания, вот, возвращать и подниматься, этот опыт вам надо его принимать. Так, благодарю за то, что пишете обратную связь, вот, потому что, ну, я, я рад, что это является поддержкой для вас. Вот, я чувствую радость, эти семена. Подруга очень паникует, хотела ей помочь, успокоить. Она в очень сильном сопротивлении, не понимает меня вообще. Так, смотрите, помните, в прошлом эфире я говорил, что у вас сейчас может быть такое, что вы что-то знаете, ну, действительно, знаете больше, и опыта у вас может быть больше, вот, но пока нету запроса от другого человека, вот, пока вы не, не в чистой ясности, вот, где, где это просто как через вас, как предназначение для другого проливается, то, когда вы из эго, из боли, из желания помочь, или быть полезным, это как, понимаете, это мотивация такая, быть полезным, ваше эго, ну, имеет такую достаточно жесткую форму, вот, и даже если вы правильные вещи, или, или, поддержку хотите оказать, то ваше эго сталкивается с эгоном другого человека, и другое эго, оно сопротивляется, даже воспринимая, что вы правы, даже понимая, что вы правы, поэтому тут, вы можете спросить, а помощь тебе нужна, Наталья, ты можешь спросить, подругу, подругу свою, тебе вообще помощь нужна какая-то, моя поддержка нужна, вот, если не нужна поддержка, все, ну, что там сказать, хочешь паниковать, ну, я не могу ничем помочь, паниковать, я не собираюсь с тобой вместе, это не моя ответственность, вообще, паниковать вместе с тобой, вот, но если помощь нужна, давай попробуем, я могу попробовать помочь, вот, или если человек напрямую с запросом идет, вот, я с запросом помощи, вот, понятно, что с детьми тут по-другому, то есть, с детьми до 16, до 18, ну, даже, даже сейчас в таких ситуациях, сложно, даже, даже старше, вот, ваша там ответственность может быть, то есть, вы можете чувствовать, и вы, вот, из своей любви, просто можете, могут приходить действия, и слова нужные, просто, как из сердца в сердце, может приходить то, что отработает напрямую, без эго, заходит. Люда поспала, поспала, поспала под наш эфир, тоже, тоже хорошо, потом, если что, пересмотришь, записи. слушайте, сейчас к ретриту, это мы уже больше половины прошли ретрита, я, я вот сейчас думаю на тем, чтобы сделать, такой экспресс, он немножко более интенсивный ретрит для всех, доступный для всех, но вот в это время, чтобы кому надо, вы могли, вот, тоже по шагам этим пройтись, ну, сейчас вот как-то он вызревает, может, ближайшее не объявлю, и тогда можно будет присоединиться. Так. Ну, отклик есть, Ира говорит, если отклик... Ира мне подсказывает, если отклик есть, почему не присоединится? В общем, или присоединяйся, или день-два подожди, я все, я думаю, сделаю открытый. Так. Смотрю сейчас задание. Четыре вот этих шага, держите во внимании и прямо делайте. Делайте. И в каждом моменте, вы это делаете, каждый момент. Вы в своей жизни все время, ну, практически в каждый момент, когда взаимодействуете с другими людьми, вы там это делаете, все эти семена. И с какой мотивацией, с намерением вы это делаете, обращайте на это внимание. тут по поводу мотивации, вернусь еще. То есть, я сказал, что у другого человека может быть запрос. Например, Майкл Роич приводил такой пример, там, например, не знаю, кто-то там просит, может даже кто-то, ваши родители или кто-то из старших просит вам, например, в ванную принести коврик, вот, чтобы не подскользнуться. Вы приносите, он подскальзывается, то ваши семена зависят от вашего намерения. Если вы, если ваше намерение было действительно помочь, они там какие-то эмоции еще подсознательные вошли, вот, то вы просили семена, те, которые помощи, ну, помощи, поддержки, вот, и так далее. То есть даже, если у человека проросли другие семена, что он подскользнулся, ну, это такой утрированный пример, но я думаю, понятный, то это его семена проросли, понимаете? Это его семена проросли в этот момент взаимодействия. Вы все равно, вы смотрите на свои намерения, на свои мотивы, вот, в момент действия, на свои эмоции. Вот, у вас там в действиях ваших не должно быть страха, не должно быть жалости, не должно быть чувства вины, не обиды, вот, и у вас в принципе, мы еще до этой темы не дошли, у вас не должно быть действия из представления о себе, это из отклика, вот, из отклика приходит, из вашей, или из вашей потребности, то, что у вас сейчас есть. Так, задание дальше. концентрация на настоящем, ну, тут может вас расшатывать с этой ситуацией, из настоящего, там, какую-то, это, вы возвращаетесь в настоящее, быть в моменте здесь, сейчас, это не значит, что вы не действуете, не действуете по отклику, если надо там, если идет у вас отклик, идете в самооборону, если у вас идет отклик, уезжайте, отклик остаться, остаетесь, или какой-то другой деятельностью, или помогать там другим, ну, в общем, вы по отклику идете. Выходить из привычек. Вот, я об этом говорил, тут, вот тут это буквально задание этого дня. Выходить из привычек. То есть, осознавать такой момент, что у вас будет задание посмотреть после этого фильма день сурка. День сурка, потому что вы, когда в моменте вот остаетесь, вы начнете осознавать, как у вас день сурка происходит. Ну, конечно, в данной ситуации сама ситуация выбивает из дня сурка, просто, вот, но я сейчас просто прошлое, возможно, которое у вас было, приведу, и вы посмотрите, где, возможно, вы еще в это попадаете. Как мы в этом дня сурка? Когда вы в моменте себя осознаете и действуете из отклика постоянно, вы можете, значит, замечать, как у вас происходит автоматически, повторяющиеся, привычные действия каждый день. Вот, и вы можете заметить, что, блин, большинство вообще действий моих автоматические, которые автоматически, я вот помню, я вот помню, просто это вообще какой-то был, но это не сразу я осознал. У меня был, у меня был ресторан, то есть у меня был бизнес сначала, я там все время ездил в семейном том, на машине, там по каким-то делам, потом ресторан, я тоже там ездил все время в ресторан, там утром выезжал, то есть каждый день ездил по делам, а потом в какой-то момент эти дела у меня делегировались для всех других, вот, и я по привычке продолжал каждый день куда-то ездить, вот, куда-то еду, на машине, выезжаю и еду, и потом в какой-то момент я понимаю, что я, я в привычке просто нахожу себе цель, в моменте, по привычке ехать куда-то, и еду, я вижу, что цели вообще там никчемные, и у меня на эту дорогу, кроме того, что на саму цель, на эту дорогу уходит куча времени, просто, ну, как бы, никуда, вот, и я так прям понял, что тут мне надо себя из привычки вытащить, а из привычки, то есть это получается, что я, значит, должен не ехать, ну, то есть, по крайней мере, в какой-то момент, просто остаться, возможно, даже ничего не делай, не ехать, просто остаться, вот, и начать наблюдать, вот, и я начал себя вытаскивать из этой привычки постоянно куда-то там вырываться, ехать, вот, но сейчас, возможно, у вас другая ситуация, но вы можете это тоже, я просто пример сейчас привожу, вот, вот, я начал просто раз и осознанно не выезжать, не осознанно, я начал осознанно планировать не выезжать, вот, если там какая-то даже мелочь, вот, не тратить время на дорогу, а как-то дистанционно эту, эту задачу решать, вот, и не тратить там два-три часа дня от своего времени на дорогу, ресурсов временных, финансовых, на то, чтобы вот, ну и также вы можете заметить, как происходит день сурка, когда вы утром просыпаетесь, там смотрите Facebook, там находите я Макс, я сейчас про себя, например, ага, я вспомнил, это личность, это Макс, идете в душ, в душе там уже пока принимаете душ, думаете о кофе, понятно, сейчас может у вас это сильно поменяться, но, или как-то по-другому быть, но я просто, чтобы вы увидели эту, как работает мозг по привычке, когда делаете кофе, могли ехать уже на работу, когда ехали на работу, уже там работали, когда работали, уже готовили ужин дома, вот, когда готовили ужин уже там, или там ели, уже завтрашнем дне на работе опять были, понимаете, вот, и вот как этот Джо Диспенса говорит, и так новый день, и так день прошел по-новому. Сейчас, ну, сейчас ситуация может вас выбивать из привычки, конечно, вот прям в событийку, потому что скорость сейчас изменения, она настолько быстрая, вот, что вы, вам необходимо быть в моменте, если вы в кино, вы просто не успеваете, понимаете? Я, я сам вот смотрю, я не нахожусь буквально в событиях, но я смотрю за событиями, потому что я там еще отклик, как мне, отклик на эту ситуацию, я все время сейчас еще отклик, как на эту ситуацию, вот, где я тут могу реализовать свое, ну, свое, свое предназначение, вот, то, что, для чего я здесь, вот, в этой ситуации, ехать там на Украину, или остаться здесь, или, вот, я, я настолько, настолько скорость изменений, что я буквально у меня, то есть в старом кино из старого Макса, я вижу, старый Макс просто, я вам рассказываю про персонаж, вот, и сейчас я начинаю замечать, как этот, как этот персонаж, он, он опять появился у меня, понимаете, который просто не успевает за изменяющими событиями, и этот Макс опять раз слетает старый, который привычный, который ретриты онлайн проводит, то проводит в каких-то привычных форматах своих, все, сейчас все меняется, и опять вот разлетается, поэтому, ну, сейчас ситуация такая, что у вас привычки меняются буквально, ну, и смотрите, вы можете это делать осознанно, то есть какие-то вещи, вы реально можете осознанно не делать, которые уже не, не, не актуальны в данный момент, да, это понятно? В данное время, в данный момент не актуальны и не полезны для вас, просто ваше мнение, ваше время забирает, и ваше внимание, вот, и просто в робота, в робота опять возвращает. Так, день сурка, поэтому смотрим, там в дне сурка, в сценарии, но это я слышал, я не читал его, этот человек, который там, персонаж главный этого фильма, проживал в этом дне миллион, миллион лет или миллион раз, понимаете? То есть это, то есть это буквально, я так сейчас воспринимаю, это искусственный интеллект, это наш интеллект, вот, но для того, чтобы мы не были заложниками этого интеллекта, искусственного интеллекта, нам надо подняться над него, вот, но этот интеллект так работает, что ему понадобилось миллион дней, миллион интераций, понимаете, как интеллект работает, этот, как он называется, который Теслу, машину Теслу создал, что там, Илон Маск, он сказал, что интеллект, искусственный интеллект превзойдет человеческий через какое-то время, потому что количество обработки интераций в секунду и подбора интераций у искусственного интеллекта будет быстрее, вот, но сейчас вот, когда вы вот эти знания получаете и проходы получаете, когда вы над интеллектом оказываетесь, вам не надо миллион интераций делать, вы не, вы не отстаете от искусственного интеллекта, вы над ним, понимаете, вы можете использовать этот интеллект для своих, для человеческих целей, вот, и это нам, как человечеству необходимо сделать, буквально нам необходимо сделать, нам необходимо подняться над интеллектом, вот, чтобы интеллект был на службе у человека. Так. Куан тоже вам напишем. Работайте с Куаном, друзья, сейчас, особенно в это время, работайте с Куаном. Я предлагаю использовать кружочки, для вас это будет выгрузка хорошая, реально, вот в этом поле сейчас используйте. Вот, мы думали сделать Куан, который по четвергам, я так чувствую отклик, делать более чаще или сейчас вообще для всего поля, вот, но ребята, которые в руле ангелок здесь сейчас, тоже в своих сейчас процессах, многие в Киеве, многие там где-то в каких-то из своей семье надо позаботиться, поэтому где-то на какой-то момент могли из поддержки сейчас выпасть. Дима, ты хочешь сказать что-то, да? Да, друзья, всем привет. И хотел по поводу Куанов. Мысль, да, такая была, сейчас более-менее народ уже выровнялся, сейчас мы перекличку условно сделаем друг с другом, узнаем кто где. Тоже чувствуйте, Куаны, те активности, которые сейчас будут идти по психологической помощи, которые будем анонсировать то, что уже Макс делает. Делитесь с друзьями по Куанам, отклик идет, просто сейчас из-за того, что перемещались, непонятно, сколько будет на связи, сейчас и связь вроде есть, поэтому пишите в чатах, там, где вы есть уже ретритных, да, кто не в ретритных, то тогда добавляйтесь в чаты, которые есть, свободные души, онлайн, да, под Гуму и Макс? Свободные души онлайн, да, Свободные души онлайн и Восстание духа, это канал, мы сейчас его так переименовали. А в том, в посте, Макс, мы все в соцсетях ссылки разместим, потому что, возможно, кто-то здесь, кто не из потоков, чтобы могли люди добавиться. Ну, тут все в любом случае из этих чатов, потому что мы только в них успели разместить информацию про этот эфир. Да, хорошо, Дим, благодарю тебя, благодарю за и отклик твой, и реализацию, так что, ну, тоже чувствуем, что это сейчас важно и в поле важно, потому что это вот эти действия наши совместные, которые формируют поле и действительность, которую мы хотим, понимаете, мы хотим. Римма говорила, никто не может завоевать свободного духом, просто невозможно, понимаете, невозможно. И нам вот эту свободную духом, нам надо вот это пространство здесь просто, чтобы оно проявилось. Как вот свободных людей можно ими управлять, как можно им что-то там, понимаете, какие-то рамки поставить. Не цепляет, не цепляет, ничего не цепляет. Вам что-то, там даже если кто-то что-то говорит, у вас нет внутри отклика, у вас нет боли, у вас нет отклика. Вы можете посмотреть и спросить, у тебя что болит? Вот с чего ты взял, что ты имеешь право там говорить то, что ты говоришь? Нет. Понимаете, вы совсем в другой поле, в другой действительности оказываетесь. Да, Дим, ты еще видел? Да, пару моментов хотел бы проговорить. Там с ангелами и мастерами отклик был, просто технически еще не успели самоорганизоваться. Сейчас, я думаю, этим вопросом вроде стабилизировалось. Сегодня за этот момент уладим, скоординируемся. И будет, получается, ссылка, по которой, если нужна вам или близким, психологически, да, любой человек, то, что Макс говорил, когда внутри спокойствие, фактически кто спокойный, это центр спокойствия для близких. А любое спокойствие, сразу начинает тогда здраво работать голова, адекватно. А это повышает стойкость и жизнеобеспечение. То есть тогда критическое мышление, фильтрация информации, здравомыслие, оно повышает выживаемость. Сейчас ключевое – это сохранить жизнь. А это возможно, когда эмоции, то, что, слава богу, мы уже на ретрите проработали, они затихли, спокойно, управляемы, через адекватность воспринимать то, что есть, и делать прицельные конкретные действия. Если непонятно что-то, то, в частности, в чате можно будет делать как раз подсказку, коллаборацию. Спасибо, Дима, спасибо. Ну, кроме сохранить жизнь вот этого, действительно, это ценно. Это реально ценно, потому что вы уже дожили до этого момента. Вы уже дожили до этого момента. Особенности вообще в этот момент перехода оказались, понимаете? Кроме того, все равно необходимо пробудиться, то есть пройти туда в духе. А тут вот это… Помните про страхи? Еще же не было войны. Не было этой ситуации. Я про смерть все время говорил. Это не… Ну, не… Это потому что это отсюда шло. Ну, то есть на этой теме я все время эту тему про смерть говорю. Там и пять лет назад, и там семь лет назад, когда эта тема касалась, понимаете? Вот, а сейчас это… Вот, оно прямо здесь. Вот это… Это внутри пройти надо через это. И вы тогда… Тогда вы можете осознать, а кто вообще? Я… Я есть. Это дух. Вы начинаете осознавать себя как дух, вот, который свободен. Так. Да, никогда искусственный интеллект не превзойдет человеческий, когда вы над интеллектом, когда вы не являетесь заложником вот этого персонажа, который встроен в этот интеллект как виртуальную реальность. Поэтому для того, чтобы вы реализовывались как человек, надо вот освободиться вот от этих плотных программ, потому что это все… Вот все уровни встраиваемости в искусственный… В этот… Ну, как бы в общую вот интеллектуальную эту систему. И… Ну, я вот эту… Вот эту вещь там на одном из эфиров я говорил, что развиртуализация… Вот, что мы в ритуальной реальности приличное время уже оказались… Коллективным сознанием оказались в виртуальной реальности. И время сейчас развиртуализироваться, выйти из этого. И соответственно… А в виртуальной реальности находится личность. Встроенная… Мы личностью встроены туда. Понимаете? И поэтому, чтобы развиртуализироваться, нам надо личность эту распаковать, расформировать. Раз, и вы здесь. Не в виртуальной реальности, а вы здесь. Так… Настасья, благодарю тебя тоже. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Базовое задание. Держите во внимание. Будьте… Будьте в потоке, в поле ретрита. Он действительно вам сейчас будет очень большой поддержкой. То есть… Потому что если даже вокруг паника или что-либо еще… Я думаю, вот это… Мы когда запустим вот эту версию сейчас марафона для всех, кто хочет включиться, это тоже очень классная будет поддержка и поле. Вот. Потому что тут вы можете… Вы действительно смотрите, что есть люди, которые вообще по-другому воспринимают. Понимаете? Что с вами все нормально. Потому что может быть так, в смысле, я не переживаю, не нервничаю, не боюсь. Понимаете? Это старое кино, как может скрываться. Это даже не в состоянии войны было. Это реально не было… Было даже не в состоянии войны. Люди с ретрита приезжают такие выгруженные, спокойные. И тут в смысле… Чего ты спокойный такой? Да, надо же беспокоиться, понимаете? Надо беспокоиться. А вы спокойны. И вот эта поддержка поля, вот она очень важная. Потому что вы видите тут, что я не один такой. Вот что мне не надо быть, как все… Как все притворятся нормальным человеком. Понимаете? Вы можете быть ненормальным человеком. В этом смысле. Так. Ну, возможно, что-то в ретрите я… То есть в этом эфире сейчас я упустил. Ну, в принципе, вроде бы… Надь, Дим, ничего не помните? Что-то, может, еще из «Про семена и карму»? Макс, я просто параллельно звонки были, не все слышал. Ты про мотивы говорил, когда… Мотив, там, себе помогать эгоистически, кто-то видел, писал. Ты ответил, наверное, уже. То есть помогать другим людям, когда я знаю, что это… Типа, я хочу для себя. Я только из этого начинаю действовать, кто спрашивал. Да. Ну, во-первых, да, я ответил. Спасибо, Дим. Я ответил, что надо убрать вообще вот эту тему, что помогать… Не помогать, не помогать. Вы же себе не можете помочь. Вы делаете, да? Свою действительность создаете своими действиями. Что делать для себя что-то – это эгоистично. Но вы же ту жизнь проживаете. Понятное дело, что это все я. Вы для себя это делаете. Поэтому надо убрать вот это, что эгоистично. Вам надо убрать ложные мотивы из того, чтобы быть каким-то. То есть действовать для того, чтобы показаться каким-то образом каким-то для других. Вот это вам надо осознавать. Вот. И не действовать из-за этого. И не действовать из страха какого-либо. Из страха, что, блин, я сейчас не помогу, меня просят, я не помогу, прорастут какие-то там плохие семена для меня. Что когда я буду просить о помощи, мне не помогут. Вот этот нюанс такой, ну, вы попробуйте его расширить на другие сферы, на другие восприятия. Вот этот нюанс тоже осознайте. Что если у вас отклика нет, то у вас может не быть отклика. А у вас просто из страха хочется пойти, что вдруг вам не помогут. Вам надо страх, как всегда, встретиться с ним и проработать. Да, вам не помогут. Окей. Чик. Все, ушло. Все, и вы остались верны своему отклику. Понимаете? Вы остались честны со своим откликом. Ну, у меня это на примере там цыгане, когда подходили, а у меня была такая тема. Даешь деньги, приходят деньги. Приходят цыгане там на перекрестке. Вот, ну, проверка такая. Я не чувствую отклика реально, не чувствую отклика. Я так чувствую там типа вот этот страх какой-то такой подсознательный, что типа и мне тогда не будет приходить. Или там может еще что-то. Я такой так встретился, сразу встретился. Все, прожил прямо в моменте. Раз и прожил. Без денег жили, без денег остаться. Не будет приходить, не помогут. Чик, все, все сразу раз испарилось. То есть принял, по-настоящему, когда принял. Другие это разделенности, да. Да, 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 все так. Ну, ну, смотрите. Смотрите, потому что вы можете это знать, вы можете это знать. А другое дело, когда вы это, у вас уже простроено на уровне нейронов. Понимаете, что это я все. Нейроны у вас перестроились. У вас в нейронах нету чувства разделенности, что это я, это другие. Вот потому что в знании у вас может быть, это я, это другие. Но постепенно, постепенно, по мере того, как у нас уровни трансформируются, и вы осознаете все больше и больше себя, у вас на уровне нейронов происходит перепрошивка такая, что вы прям чувствуете, что и другие это я. Поэтому вы помогаете другим, как себе. А если другой кто-то, например, начальник, я пример не привел до конца, начальник на вас кричит. Или, не знаю, кто-то другой. Раньше вы там могли в жертву попасть, в обиду попасть. Нет, давайте разберемся по-хорошему. Или давайте к консенсусу придем. Кто прав, кто виноват. Или там компромисс какой-то найдем. Сейчас вы можете просто раз. Так. Откуда исходит он? Из меня. Где я на кого-то кричу? Где я на кого-то кричал или кричала в прошлом? На своих детей, на кого-то, может, отреагировала так, на родителей. Вот. Может быть, на себя внутри. Злюсь. Семя маленькое. А последствия может быть большие. Понимаете? И вы осознаете это. Вы это можете через осознанное сожаление пройти. Сожаление раз и отпустить. Раз осознали. Это как раскаяние в христианской традиции. Раз осознали, что вы это посеяли в прошлом. Принесли там боли или что-то другим там в прошлом. Раз вы это прям приняли это как опыт через сожаление. И сожаление отпустили. Как бы прожили в любви и принятии. Отпустили. И не делаете так больше. И смотрите через какое-то время. Или начальник перестал на вас кричать. Или он вообще изменился. Поменялся. Другого начальника. Ну, я к примеру. Другого начальника к вам выслали. Это буквально может быть, что вас просто на другую работу пригласили. Понимаете? Ну, то есть действительность перестраивается. Это как я приводил пример. Помните этот пример. Когда у меня была действительно такая реальность, где все только думают о себя и взятками платят. И потом, когда все помогают друг другу и осознанностью, и психологией. Ну, саморазвитием занимаются. Это разница в моем восприятии там несколько лет была. Но это настолько разные реальности, в которых вот я же воспринимал себя. Вот точно и событийный план другой. Понимаете? Понятно это? Хорошо, ладно, друзья. Буду вас отпускать. Ладно, на завершение скажу вам такую штуку. Эта история классно заходит. У нас как-то был сырый такой запрос в нашем опыте про щедрость. Есть такая тема. Щедрость – это источник богатства. Это так. Но как убеждение, это лучше убрать. Вы по отклику. По отклику всегда. Но у нас как-то с Ирой был запрос такой. В ресторане мы открылись так недавно. Был запрос. Сколько вообще нормально и... Ну, прям по теме давать комплимент гостям. И мы с этим запросом, как-то у нас такой запрос поднялся и оказались... Поехали в Таиланд. Нерешенный этот запрос у нас был. Поехали в Таиланд и... А, запрос там у нас где-то варился этот внутри. Сколько отдавать? Потому что я типа... Я типа говорю, да надо больше. Ира говорит, да... Типа ты остынь немного. Ты, говорит, остынь немного. Ты бизнес для чего делал? Он говорит, для... Я говорю, для души. Он говорит, так поэтому у нас денег, типа, не зарабатывает бизнес? Ты вообще для того, чтобы деньги было, делал этот бизнес или нет? Вот ты, говорит, подостынь там, типа, вот так вот все раздавать. Короче, мы оказались в этом. Ну, я сейчас немного приукрасил историю. Вот. Но примерно так. Оказался в этом... В Таиланде. Короче, мы там на острове на одном, на пару недель как бы остановились. Вот. И нам понравилось в одном месте... Ребята там жарили блинчики кокосовые. Мы там купили блинчики, там пару штук. Вот попробовали, реально вкусное. Вот. На следующий день в другом месте идем, а там дедушка жарит блинчики. Прямо на ходу жарит. Вот. И продает. Думаю, попробуем у дедушки. Ну, четыре блинчика у него покупаем, а он нам пять. Дедушка тает с такой возраста достаточно, а он нам пять дает. Вот. Мы только там с запросом таким подсознательным своим из бизнеса. Я говорю, Ира, Ири, я помню, ты реально, по-моему, это говорил. Говорит, Ира, наверное, говорит, маркетинг. Маркетинг у него. Я так, мысль такую, представляете, у тайца. Маркетинг у него. Где у меня это вообще? Маркетинг у тайца, там, от четырех штук давать плюс один. Ну, понятно, что на следующий день мы начали ходить к этому. То есть на следующий день мы пришли опять к тайцу к этому. Пришли к этому тайцу, там шесть блинчиков, он нам семь. Супер. Ну, у нас уже начал вот этот запрос прощадываться. Как-то вот, как-то странно начал прорабатываться. Восемь блинчиков, он нам девять. Нам понравились десять блинчиков, он нам одиннадцать. Потом думаем, надо же проверить. Приходим, в общем, один из дней. У нас уже трансформация идет внутри. Он как-то легко это так делал. Вообще без вопросов. Давать не давать. Вот. Короче, приходим к нему. Берем один блинчик. Он нам раз-два. Мы такие приглянулись. Типа, не от количества зависит. Ну, то есть в смысле, от нуля не работает. То есть не от количества, а один, но он нам два. Вот. Но это только начало было. Потому что мы поняли, что мы не найдемся двумя блинчиками. Начали спрашивать еще что-то у него. А этот супчик, что за супчик? Он говорит, да, это наш тайский супчик. Берите, дарю. Он, представляете, наш запрос прощадрость просто вот так вот. А что это у вас тут за какой-то там еще кашка? Он говорит, это тайское наше там тоже блюдо. Берите, дарю. Короче, вот так вот. Мы у него один блинчик, он нам плюс один супчик. Там еще что-то свое. Вот. Мы, в общем, ушли с этим всем. И запрос у нас просто раскрылся. Вот. Но зная сейчас о семенах, вот мы так с Ирэей уже перефразировали это, что под эту тему семян. Вот что тайец, не знаю, он там был ли. Хотя там буддийская традиция в Таиланде. Вот, но знает ли он про четыре шага или не знает, но, или про ручку. Вот. Но то, что он прямо чувствует, что блинчики исходят из него, это прям четко было чувствовалось. Что вот это все, что он нам давал, исходит из него. Вот. Это четко чувствовалось. Вот. Поэтому вот это вот осознавайте, что все. Я вот даже сомневался, знаете, вот давайте вот сейчас в это время тему изобилия. Вот. Но, по-моему, да. По-моему, да. Вот блинчики пошли сейчас. Вот блинчики. И надо все-таки эту тему как-то будет тоже. Потому что вот эта тема изобилия, она вот для поля, для раскрытия поля, она очень важна. Потому что вот то, что вот Дима даже предлагает, он в Киеве сейчас находится. Ты в Киеве, да, Дим? В Киеве находится. И он сейчас вот, ну вот как бы, вот эти действия, там помочь, помочь полю и создать, это из изобилия чистого идет. Понимаете? Поэтому тема изобилия, ее все-таки необходимо сейчас, несмотря на то, что происходит, ее надо прокачать. Вот потому что изобилие откуда исходит? Самой себя? Вот. Или из нас? Из меня. Из меня исходит это изобилие. Дедушка этот тает знал, что блинчики исходят из него. Вот и вы, если то, что... Будда, Будда так было еще, такую фразу его... Иногда, если ты хочешь что-то получить, отдай. Вот, ну, буквально то, о чем мы говорили, только она вот коротко так. Если ты хочешь что-то получить, отдай. Все. Вот. То есть, все, что вы хотите получить, оно буквально не приходит откуда-то извне. Оно приходит из вас. Если вы хотите что-то в своей жизни, чтобы произошло, оно из вас должно произойти. Ну, то есть оно из вас приходит. Не в ожидании, что кто-то там поменяет реальность. Переключить сейчас раз. Все, выключаем это кино, включаем другое кино. Нет, это... Сейчас уже... Вы это слышали, что люди становятся творцами. В буквальном смысле это так должно произойти. Мы становимся творцами. Поэтому вот эта тема сейчас, она буквально актуальна очень. Короче, дальше мы идем. Уже эта тема прошла, но все для нас, как шажочек за шажочком. Идем, бабка сидит, блинчики продает. Вот. Я спрашиваю, она... Интересно, бабка знает, что надо плюс один блинчик? Приходим. Ну, там заказывание, там четыре. Она нам четыре ровно. Такие, все понятно. Мужское качество – это щедрость, а женское качество – бережливость. Вот. И наша тема про щедрость вообще просто раскрылась в полной мере. Потому что мужское... Помните, как с эмоциями? Мужское качество само по себе янское. Это не значит, что мужчина и женщина. Просто качество энергии. Янское, оно вот так вот проявляется. Наружу идет. А инское, женское, оно идет внутрь. И в парности она тоже... То есть мужчина больше наружу. Ну, понятно, что это и так, и так бывает. Но янская энергия идет наружу, в социум. А инское идет внутрь. В семью, в атмосферу в семье. Ну, и, соответственно, в бережливость в том числе. Вот. Я не знаю. Это мы, кстати, у Тарсунова узнали про бережливость и щедрость. Вот. Ну, точно, ребята, эти тайцы, дедушка с бабушкой, Тарсуновы точно не были. Но у них вот, естественно, это просто проявление их мудрости. Их мудрость. Проживание вот как... Ну, в своей жизни по отклику, естественно. Вот. Поэтому, когда будете сейчас сеять... Сейчас я предлагаю вам делать это осознанно. Буквально как практику. Потому что у вас должно сейчас как навык проработаться. Поняли? Понимаете, да? Потом это уже вам не надо будет делать, потому что вы будете видеть эти взаимосвязи. То есть вы не будете видеть. Это у вас будет такая же функция, как вы ходите. То есть как навык. Я же не говорю, там все привычки полностью. Там отпустите привычку, как ходить. Нет, это пусть будет. Это вам полезная вещь. Понимаете? Точно так же этот навык. У вас наработается навык. Вот. Как вы своими действиями создаете действительность. Вот. Ну, вам надо это видеть. И когда у вас этот навык наработается, у вас это будет просто происходить. Вам... Иногда вам надо будет обращать внимание, когда вы будете видеть, что действительность ваша не соответствует тому, что вы хотите. Понимаете? И вы тогда можете понять, так, подожди, откуда это исходит? Из меня. Окей, хорошо. И вы опять вот этот... Берете осознанно этот навык и прорабатываете. А так он у вас постепенно. Но сейчас, пока он у вас не вошел в навык, вы делаете это как практику. Четыре шага делаете как практику. Это понятно? Чтобы это как навык. Чтобы у вас опыт появился, что вот вы делаете, вы получаете обратно. То есть действительность прорастает. Мы сейчас создатели. В буквальном смысле. Вот я не думал даже, как... Не думал вам эту тему говорить, но даже то, что мы сейчас оказались здесь, вот. То есть это действительно... понимаете, как прорастает. Но в любом случае, все, что не происходит, оно так должно произойти. Вот. И я сейчас тоже это чувствую, поэтому я сейчас пока еще свой отклик смотрю, ищу. А мы пока создаем, создаем ту действительность. Сейчас используем пока четыре шага. Там дальше еще будут другие возможности, которые помогают вам действительность создавать вокруг себя, такую, как вы хотите. Вы увидите, что это будет работать, и это работает. Последнее. Оно мне вот просто не дает сейчас... Я эту тему просто в предыдущих эфирах вам не сказал. Сейчас я даже предлагаю, там, если кто там поможет с вырезками, вот это вырезать отдельно. Есть такой сериал, Ванда Вижн. Я как-то рассказывал, проводил уже эфир, то есть этот онлайн-ретрит, и рассказывал про то, что мы в кино оказались, что мы оказались в кино, вот, и просто мы не знаем другого кино. Вот. И мы не знаем другой, другой реальности, чем ту, которую помним. Сейчас, ловите сейчас. Это сейчас немножко другую тему. Сейчас семена мне пока закончили, сейчас про ответственность. Выходите из кино, выходите из кино, и Макс может вам говорить. А куда выходить? Я не знаю другой действительности, другой реальности, куда мне выйти. Я же помню только то, что помню. Я не знаю, я не знаю того, что я не знаю. Это понятно? То есть есть знания, есть представления, есть вот это кино, которое вот транслируется постоянно. Вот куда мне выходить из этого? Какую действительность? Я не знаю того, что я не знаю. Вот. И, короче, попадается этот фильм. Он прям классный был. Иллюстрация, как выходить. Показала мне в моменте. Ванда Вижн. Короче, это два супермена. Ну, супергероя. С суперспособностями. По аналогии вы можете осознать, что это вы в духе. Знаете, это ваше высшее я в духе. Это два супергероя. Ванда и Вижн. Начало фильма, сериала. Они оказываются в черно-белом кино. В 60-х годах. Имея суперспособности, они притворяются в этом кино обычными людьми. Там дома они там, что-то там у них все летает волшебным образом. Когда они в социум попадают, они притворяются обычными людьми. Черно-белыми. Из 60-х. И вот это вот тот пример, что они не знают другого. Они оказались как-то, они забыли. То есть раз, они вдруг оказались в какой-то реальности. Забыли себя. Это как мы, понимаете? В духе мы себя забыли. Нам теперь надо вспомнить. Они забыли себя. И они не знают другой реальности, чем ту, которую знают. Они в этой реальности борются. Пока они не начали замечать, по каким-то признакам, что что-то тут не та в этой реальности. Понимаете? Они начали замечать по каким-то знакам, что это не совсем реальность. И постепенно они начали выходить из этого. По аналогии с тем, что мы в ретрите делаем, выйти вы можете из этого. То есть у вас сейчас есть, у вас есть сейчас и серьезное основание подозревать, что мы оказались в кино. Понимаете? Что мы оказались не в приятном. Ну, там черно-белое было кино, а тут вообще какое-то другое кино. В котором люди воли свободные, в принципе, вообще не должны жить. Воля – это суперлюди, понимаете? Суперспособные. Не должны жить. Мы оказались в кино. Вот как из этого кино выйти, если мы не знаем другой жизни, чем ту, которую знаем. И вот вывести нас может из этого наша ответственность. Опять возврат туда же, к ответственности. Ответственность, как наша способность действовать по отклику. Понимаете? Вы в моменте чувствуете отклик. Когда у вас есть способность действовать по отклику, вы делаете. Даже если это то, что вообще не вкладывается в рамки старых представлений о себе. А сейчас это сплошь и рядом. То есть жизнь подсовывает это вот прямо раз и другие декорации. Вообще другие декорации. И ваша способность идти за откликом – вот это вот те вот шаги. Потому что иначе вы в кино. Понимаете? Только за откликом вы можете выйти из кино. Пробуйте вот эту тему. Некоторые… Ну, есть тут у нас в чате тоже… И в чате… Ну, в общем, у вас может быть отклик вообще нелогичный. Виктор, которым мы вчера ретрит проводили, он говорит, вдруг просыпаю утром и чувствую, надо пойти кому-то помочь. Вот. И говорит, я иду, а не в селе там. Я говорю, иду по селу. Вот. И спрашиваю, кому-то тут надо помочь? Кому-то надо помочь? Говорит, пойди там к той бабке, там ей надо все время что-то помочь. Приходит к ней, она говорит, да, сынок, поруби мне дрова. И он, короче, день рубит ей дрова. Порубил ей дрова, говорит, чик, и открылась новая. Понимаете? Он просто по отклику пошел. Вот. Чик, и для него открылась новая. Вот. То есть это может быть совершенно не то, что мы думаем, нелогичные вещи. У вас отклик идет, он может быть нелогичный. Как это может вывести меня из этого кино? Но вы идете по отклику, и это вас выводит. Ну все. Это по поводу того, что про ответственность. Опять возврат в ответственность. Сейчас ответственность – это вот важная очень штука. Друзья, всем мира, нам, каждому в своем сердце, в поле и в окружении, и в пространстве, и для наших семей. И в нашем поле. И действительно сейчас ценность поля, она прямо, прямо важность появляется. Потому что разность, разность вот состояния, она, ну, кардинально заметна. Вот. И, ну, давайте, не хочется тут это говорить. Пусть присоединяется к нашему полю все больше пробуждающихся, пробужденных душ в духе. Все. Пусть будет мирный день, как можно, как это возможно, в всяком случае, в вашем сердце. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,